Привет всем, дорогие друзья! С вами вновь безымянный киноподкаст и его несменные ведущие Станислав и Александр. Привет, Александр! Привет всем! Сегодня мы будем говорить... Мы возвращаемся к авторскому кино, хотя в прошлом выпуске мы его и обсуждали по большей части, да? Хоть это было и высокобюджетное авторское кино, но в какой-то серии можно сказать, что и в этом подкасте у нас будет высокобюджетное авторское кино. И в этот раз оно будет от одного единственного режиссера. Это два фильма Михаила Колотозова, которые мы с Сашей не смотрели до этого. Неотправленное письмо и Якуба. Вот эти два фильма. Оба фильма я уже давным-давно хотел посмотреть, поэтому мне показалось это... По-моему, вообще изначально твоя была идея, да, Колотозова? Обсудить. И, в принципе, оба этих фильма уже очень давно в моем вачале стенах ходились, поэтому для меня это была просто выигрышная ситуация со всех сторон. То есть мне было интересно и посмотреть эти фильмы, и, наконец, вычеркнуть их из своего вач-листа. Вот. И расширить свое знание о фильмографии этого режиссера. Да, и в целом для нашего подкаста это определенный шаг еще дальше, потому что это первое, наверное, советское кино, которое мы обсуждаем в рамках безымянного киноподкаста. Да, пожалуй. Мы упоминали, конечно, до этого Тарковского, я уверен, много раз, но вот так, чтобы прям акцентированно, сфокусированно что-то обсудить не было такого, действительно. Если я, конечно, не ошибаюсь, но, по-моему, такого не было. У нас с тобой, на самом деле, все началось с русского режиссера, да, то есть со Звягинцева, когда мы обсуждали «Нелюбовь». Но, по сути, это был даже эпизод не этого подкаста, а другого моего подкаста. Поэтому, да, Михаил Калатозов, вот, прежде чем мы начнем обсуждать эти два замечательных фильма, спойлерну я, замечательных два фильма, я бы хотел спросить, каковы были твои познания о нем, о его фильмографии, что ты, может, смотрел из его работ до этого? До недавнего времени абсолютно нулевые, но, послушав ваш с Джеком еще подкаст «Разговор о кино», вы тогда обсуждали «Летят журавлей». Я до сих пор помню, как вы хвалили его визуально составляющую. Я хвалил, я, Джек, не смотрел его, по-моему, вообще. А, ну, тем не менее, да, и меня это очень сильно заинтересовало, и, посмотрев его, я, действительно, был поражен всей этой вот какой-то визуальной изобретательностью, которой прибегал режиссер. И что меня самое еще больше поражало, насколько сильно скачет ритм в его фильмах. То есть его фильмы могут и замедляться очень сильно, и камера точно так же себя ведет. Знаешь, как мы сейчас привыкли смотреть кино? Оно в основном идет в одном ритме. Допустим, того же Звягинцева. Оно практически всегда вот такое холодное, такое статичное, да? Или же есть какая-то четко очерченная прогрессия, то есть ускорение или замедление, которое идет через ИСИМ. Да, у Колотозова это... У Колотозова абсолютно... Челночный бег такой. Да, 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 да. И камера это всегда подчеркивает. И, конечно же, этот замечательнейший тандем с Сергеем Мурусевским, оператором, породил нам просто великолепные картины, о которых мы сейчас и будем говорить. И многие-многие режиссеры мировые, будь то Вуди Айлен и тому подобные люди, называют его фильмы одными из своих любимых и называют операторскую работу в этих фильмах чуть не там величайших, в истории кинематографа. Вот это интересно, потому что Колотозов это вот любимый режиссер режиссеров, но не обязательно любимый режиссер народа. Но в то же время, если ты скажешь, что летят журавли, все знают этот фильм. Да, да, да. Но, кстати, о нем как-то вот мало говорят у нас. Я тебе такую историю скажу. Я как-то на Ютьюбе увидел одно эссе, видеоэссе, в ту пору, когда я еще смотрел в больших количествах видеоэссе. И там было про фильм «Якуба». И меня тогда поразило, что это снял советский режиссер. Фильм «Якуба» с кубинскими актерами снят советским режиссером. Я не мог понять, почему, как это возможно. И более того, это был высокобюджетный фильм с невероятными кинематографическими техниками, которые почти нигде нельзя было в то время увидеть. Все это у меня так в очень огромный такой ступор. И еще фамилия Михаил Колотозов. Еще даже не говорили, что это советский, но я уже по фамилии понимал, что, скорее всего, это советский режиссер. Но почему я о нем никогда не слышал? Это действительно такая теневая фигура, я бы сказал, советского кинематографа для большинства людей, потому что я не уверен, что назовет это имя. Многие поймут, о ком ты говоришь. Ну, знаешь, вот читая различные факты о нем, о этих фильмах, его очень часто критиковали у него на родине. Называя его там, обвиняя формальности излишней, каком-то формализме. В общем, это все очень странно для нас сейчас, потому что фильмы действительно отличнейшие. Я бы сказал, отличнейшие, это даже слово не способное описать то, что делал Колотозов в кино. Во всяком случае, в трех фильмах, которые я у него видел, и я еще собираюсь смотреть как минимум два фильма его кинематографической, фильмографии. Но, да, «Летят журавли», то есть я его посмотрел, по сути, два года назад примерно, для как раз-таки разговоров о кино. У нас был советский выпуск про советское кино, и я подумал, что я хочу посмотреть «Летят журавли», потому что я давно уже его собирался посмотреть. И это такой фильм был, который был на слуху, и явно я его слышал в детстве про него, что это, возможно, я видел какие-то кадры, но абсолютно никаких воспоминаний у меня не осталось, или каких-то таких, какого-то знания этого фильма у меня практически не было. И когда я его посмотрел, конечно, во-первых, я понял, это один из лучших фильмов, что я видел в своей жизни. И с точки зрения визуальной, это один из лучших и самых удивительных фильмов, что я видел. Ну и, конечно же, Татьяна Самойлова. Ее образ «Влетят журавли» один из красивейших, что видели мои глаза, и это незабываемо. Если бы я составлял топ-5 для того фильма, она была бы на первом месте, если мы могли возвращаться к этой идее. Но у тебя был лишний повод еще раз полюбоваться, потому что она играет в неотправленном письмо. Да, когда я открыл на Латербоксе страницу этого фильма, я увидел первым делом ее лицо. И я такой, есть, ура. Потому что, по-моему, она всего в двух фильмах у Калатозова снималась, «Летят журавли» и в неотправленном письме. «Летят журавли», по-моему, если я не ошибаюсь, с 57-й год, да, то есть с разницей в три года, да, ну, с поправкой, что на самом деле на год назад надо отматывать, потому что это производство фильмов, это очень долго. Ну, скажем, с перерым в три года, то есть она у него снималась в двух фильмах, и единственное, во-первых, я рад, что хотя бы в двух, но, конечно же, я бы хотел, чтобы она снималась у него и в трех, и в четырех, и в пяти фильмах, потому что я, конечно, не знаком с фильмографией так сильно Татьяны Самойловой, но что-то мне подсказывает, что так, как Калатозов, никто не умел ее снимать, потому что то, как он это делал, «Летят журавли» и в неотправленном письме, это просто восхитительно. Я ставлю красоту Татьяны Самойловой в этих фильмах наравне с Одри Хепберн в ее лучшие годы. Ну, да, перейдем, наверное, к самим фильмам. Эх, Сергей, Сергей. Жениться тебе надо, дичаешь. А что я в жизни видел? Войну? Лес? Схожу проводником, чужое счастье по тайге вожу. Неотправленное письмо был, это фильм 60-го года, посвященный советским, значит, людям, и в частности тем, кто делает какие-то выдающиеся достижения в области первопроходчества, то есть приводится в пример геологисты и космические, люди, участвовавшие непосредственно в исследовании космоса, да? Всеми теми, кем должны гордиться Родина и люди, живущие в этой стране. И, по сути, вот с этим фильмом, во-первых, изначально я ожидал, мне отправленное письмо, само название меня навело на мысль, что опять про войну будет, это, скорее всего, какой-то солдат, который пишет своей невесте, но потом погибает и не может. И я как бы клево это встретил, потому что я в абсолютном восторге от «Летят журавли», а это фильм про Вторую мировую войну. И здесь Самойлова, и окей, это как, может, это типа такой, знаешь, ну, мета-сиквел, да? «Летят журавли». Но нет, это совсем другое кино. Я абсолютно оказался не готов к тому, что у этого фильма для меня припасено. То есть фильм идет 97 минут, и я сначала такой, когда смотрел, думаю, оу, я ожидал, что будет как минимум 2 часа. Интересно, но я всегда ценю такой сжатый хронометраж, насыщенный, я всегда люблю это. И когда я посмотрел этот фильм, я понял, почему он так мало идет, потому что если бы он шел больше, это был бы перебор. Потому что не отправленное письмо, это не что иное, как такое жесткое кино, такое очень тяжелое кино про борьбу человека и природы, на самом деле, хотя поначалу так может не показаться. Да, этот фильм меня удивил 2 раза, прям очень сильно, прям настолько, что я даже нажимал на некоторые раз на паузу, я такой, вау, потому что всеми этими предрассудками, к которым мы подходим к просмотру, со знанием предрассудков советского кино, ты некоторые вещи не ожидаешь увидеть. Да, он очень современным смотрится, согласись, это очень современным кажется. Да, то есть это, изначально у нас есть вот эти 4 персонажа, один из них пишет письмо, причем он, я бы не сказал, что он обязательно главный персонаж этого фильма, потому что большую часть фильма, он вообще как-то в бэкграунде, да, находится. И это на самом деле такой интересный фильм, если говорить с этой точки зрения, это фильм без главного героя, я бы сказал. То есть здесь нет одной какой-то фигуры, которая берет на себя весь фокус камеры, да. Тут есть вот 4 человека с разными, значит, мотивациями, ну, хотя мотивация у них одна общая есть, это найти алмазы, да, в этих землях Сибири. Но кроме этих мотиваций, то есть у фильма вообще интересная структура. Первые 30% примерно это вообще любовный треугольник, в котором тот, кто пишет неотправленное письмо, в принципе не участвует, да, он одержим... То есть это и фильмы об одержимости этого человека, что у него есть вот эта вот любимая жена, которую он так идеалистически вспоминает, да, и мы видим вот эти красивейшие кадры наплыва ее лица на его лицо, и это так классно. Но что-то тянет его назад, и мне вспоминается нефть, где был одержимый Дэниел Плейнвью, да. И вот здесь у нас... Мы видим, что там... Надо упомянуть все-таки кадр, когда он пишет письмо, и нам как бы, знаешь, накладывается кадр горящего пламени, ну, то есть огня. Огонь в этом фильме это очень такой важный элемент, настоящая метафора. И вот когда... Вообще, во-первых, мне очень нравится быть в советском, как показывали быт в советских фильмах. Вот когда они сидят в палатке, там разливают, там что-то, они там разливали вино какое-то или что. Коньяк, коньяк. Коньяк, да-да-да. Все так, знаешь, разговаривают, такие все дружные. Не знаю, не всегда влюбил. И вот в этом была какая-то вот душа, что ли, нашу, не знаю, очень сложно передать все ощущения, но всегда мне нравилось смотреть, когда люди что-то делают по бытовой какой-то своей нужде. То же самое здесь. И здесь нам показывают, как бы это вроде коллектив и дружный, довольно-таки, что-то эти два студента приехали, да, в тайгу, и их сопровождают. Геологисты, да. Да-да-да. Их сопровождают сталкер. Ну, такой человек, который отправляет их в зону, так скажем. Зону гиблиотеза Маза. Их сопровождают два этих вот мужика. Один из них там Сергей Степанович, который, кстати, влюбился в Таню. Я сразу скажу, это мой любимый персонаж этого фильма. Как же он круто выглядит. Ё-моё, в этом фильме. Ты влюбился в него? А, он любил Таню, а ты любил его. Это был ваш любовный треугольник. Ну, просто, знаешь, такой образ могучего русского такого мужика. Ну, да-да. Бородатого. Такой мужественный проводник. И он был, да. Вот. И вот мне нравится приём операторский, когда нам показывают как бы душевное состояние персонажа. То есть горизонт заваливается, и крупным планом снимается лицо. Это вот прям фишка фильмов Калатозова. Почти всегда. Когда они сидят вдвоём с Сергеем Степановичем Станей, он так на неё смотрит. И мы тут-то понимаем, что наш-то Сергей Степанович в Танюшу-то того. И за что его сложно винить. Потому что... Да, да. Потому что в какой-то момент он говорит, что он никогда не ощущал вот этого чувства влюблённости. Потому что человек прошёл войну, потом вот оставшуюся часть жизни он скитается под огня. И ведёт, как он говорил сам, других людей к их счастью, но сам никакого счастья не ощущает. И в то время, как они в счастье видят сокровища, этот парень, казалось бы, тот грубый такой, да, мужелан в чём-то. Но он видит истинное, понимает истинное счастье, хоть и лишён его, а именно любовь. И когда он его чувствует, он как бы становится немножко одержимым. И это его немножко... То есть в течение фильма это разъедает его, это чувство. То есть казалось бы, возвышенное хорошее чувство, но его оно губит. На протяжении вот этого вот, ну, того отрезка, в котором он участвует, его жалко становится. Потому что любовь на этот раз безответна. Потому что Таня влюблена в этого... И знаешь, что интересно? Фильм не обязательно отвечает на вопрос, симпатичен ли он Таня в ответ или нет. Вот таких вот моментов. Ты сам догадываешься до этого. Это первый раз, когда меня фильм вообще очень сильно удивил. Потому что я так уже, знаешь, начал примерно продумать, что будет дальше. Я думал, ну вот, сейчас это вот у них любовный треугольник, безответная любовь. Будет это костяк зарождения трагедии. И что-то там в конце вот случится. Возможно, Сергей Степанович поедет к крыше. Вот, ну, что-то такое. Но нет, вообще нет. Фильм уходит совершенно в другую сторону. Я был в шоке от этого. Насколько Калатозов ловко меня обманул, все мои ожидания. Вот это очень было удивительно. Да, я бы даже сказал, Калатозов здесь никого не обманывает. Даже если ты это имел в виду в переносном смысле. Но Калатозов скорее делает это элементом истории, но элементом больше истории, которая не обязательно об этом. Просто он это вплетает сюда как один из элементов. Ну, опять же, с опытом просмотра на советское кино ты ожидаешь это. Тех времен, да, ты ожидаешь, конечно, более таких очевидных троп, да. Но этот фильм, я поэтому и говорю, что он таким кажется современным, потому что этот фильм как будто делался, знаешь, после эры того, как нам все это надоело, да. То есть в то время люди, люди как раз таки и хотели всего этого, за что мы сейчас хвалим фильм, что у него этого нет, да. То есть отсутствие элементов, которым мы радуемся, что их здесь нет. В то время люди хотели их видеть. И вот это респект Калатозову, что он смотрел немножко дальше и был заинтересован в немного таких более интересных вещах, которые не обязательно были обречены на успех в то время. Но да, то есть любовный треугольник на самом деле недолго у нас продлевается. То есть мы видим, конечно, тут довольно большую секцию, где они ищут алмазы безрезультатные. Ты чувствуешь страдания вот этого человека, который пишет письма своей жене, что это его очень расстраивает, что они ничего не находят, но его одержимость продолжает двигать его вперед, да. Это как раз опять подчеркивается планом огня на первом. Это как это предвестник, такой огонь, который мы видим. То есть это, то есть ты можешь почувствовать, что трагедия надвигается какая-то из-за этого огня. Потому что очень ловко он создает саспенс вот в этой сцене, когда огонь становится все больше, 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 и вот они уже, их силуэты, кстати, безумно красивый кадр, когда вот их просто силуэты идут на фоне там огромной такой какой-то, ну, как поле степи, горный. Это вот трейдмарк вообще этого оператора у Севского, то есть он это и в кубе будет делать. Это, по-моему, и в этом было, и в Летяжу Раунду. Силуэт, да. Да, огонь не исчезает на протяжении всей, вот долгое количество времени вот на переднем плане, как комбинированно сделано. Они начинают там, кто-то киркой бьет землю, кто-то что-то делает, и это потом все начинает... И причем как в ручной камеры он это делает, следит за киркой, Причем удар продолжается камерой. Да, очень клево. Но самое что главное, это все начинает нарастать, музыка начинает нарастать, и ты понимаешь, что этот огонь, этот огонь горит, который, ну, он внутри у них уже, то есть действительно это одержимость найти эти алмазы. И как метафора, что огонь продолжается уже снаружи. Снаружи, когда земля начинает пытаться избавиться от них, от этих людей, то есть как организм, который борется с болезнью, так скажем. Или пытается защитить свои богатства, которые люди пытаются найти. И после вот этого сцены с напряжением и так далее, Калатозов дает нам такую разрядку, когда этот, как же его звали персонажа, ну, который главный, вот у них как бы был, Смоктуновский, короткий, который играет. Сабинин, вроде его фамилия. Да, вроде. Когда он ходит просто по этим пустым камням, что как бы уже отражает его какую-то внутреннюю пустоту, что они не могут найти эти алмазы. Да. И чуть ли не сходит с ума уже в этот момент. И надо очень-очень крупно показывать его лицо и пустой взгляд абсолютно. Ну, это тоже всякие вот элементы операторские, которые подчеркивают то, что колотозов это один из тех редких типов режиссёра, который прежде всего тебе показывает состояние персонажа, да, а потом они уже что-то начнут рассказывать. Ни одного кадра здесь не тратится, чтобы просто что-то сказать, в смысле вербально проговорить. То есть здесь каждый кадр это попытка интересно изобразить и внутреннее состояние человека, и его прогрессию в сюжете каждый-каждый кадр. За это я и люблю фильмы колотозов на самом деле. Да, мои любимые моменты это как раз эти силуэты вдоль веток деревьев, когда герои, когда камера снизу вверх смотрит на героев, они куда-то устремлённо идут, поднимаются или спускаются. Вот эти силуэты это просто потрясающе выглядит. И по сути наши герои в какой-то момент они в конце концов находят это счастье. Причём там интересно, что это происходит как раз в тот момент, когда Сергей... Это моя любимая сцена, когда они... Он наиболее близок к тому, чтобы наброситься на неё в порыве страсти. Просто опять же, как он ловко создал саспенс в этой сцене. Во-первых, они стоят в яме, которых уже... И ты уже сразу знаешь, к чему идти. Яма как могила какая-то. Да, да, да. И Сергей Степанович бьёт ломом земли, и мы чётливо слышим этот гулкий звук. Но после он перестаёт бить, потому что он видит Таню и смотрит на неё, но голод продолжается от удара. Что опять же метафора, потому что, смотри, он копает для сокровища, но сокровище рядом с ним всё это время стоит. Да, да, да. То есть оно на поверхности, на самом деле. Но он копает для них. Сам-то он уже нашёл своё сокровище. И когда вот я до сих пор думаю, что будет вот трагедия фильма именно в этом, что любовный треугольник, и такой думаешь, господи, что он задумал? Хочется крикнуть «Беги, Таня!» А то Сергей Степанович себя сейчас ломиком того расковыряет. Но я никогда не думал, что он ломиком. Я думал, он её... Ну, шутка, конечно. Есть боязнь изнасилования или чего-то такого, когда человек уже не контролирует себя из-за страсти и понимает, что соглашением он это не получит, потому что Таня не предаст своего жениха. Но да, то есть он опять же показывает себя как стойкий человек, как человек чести и просто уходит от греха подальше. И тут Таня начинает плакать, и ты думаешь, что она плачет из-за того, что она напугалась, но на самом деле она плачет из-за того, что она нашла, наконец, алмаз. И они все начинают радоваться. Мы видим, вот это, по сути, Да, опять-таки ритм в фильме меняется, камера, ну, понятно, там уже снята как бы в Рапиде, то есть ускорено всё, но камера быстро-быстро за ними стремительно бежит, вертится туда-сюда, музыка начинает громко-громко играть. Я, честно, я не знаю, сколько весит эта камера старая, как с неё Русевский вообще справлялся. Да. Это сейчас вот Лебецкий хвалит, что он тоже долгие тэки такие вот берёт, да, в руках эту камеру держит. Ну, представь, сколько вес составляла тогдашняя камера, тогдашняя технология. Ну, по сути, все эти три фильма снимал ручной камерой, то есть, что... Особенно мы поговорим об этом в Якуба фильме, там это просто... Там это сильно заметно, что это ручная камера снята. Да, да. Ну, вот ещё похвалить, прежде чем мы вернёмся к сюжету, этот фильм я хочу за то, что, опять же, Калатозов и Русевский, я не знаю, здесь кого... Вот с этим всегда сложно, да, когда ты смотришь фильм, кого больше хвалить за какие-то решения, оператора или режиссёра, который сказал оператору так сделать. Ну, этого мы никогда не узнаем. Да, но, скажем так, я их обоих хвалю, чтобы не промахнуться, за то, что даже вот, когда обычные кадры в профиле есть, когда люди разговаривают, просто они не просто в каком-то стиле на пространственной, но, да, ты видишь, как их лица покрывают ветки, которые очень интересно с точки зрения композиции уходят снизу вверх. Вот это, ты знаешь, он пространственный, но делает персонажей частью окружения, нежели чем-то, что существует отдельно от окружения, да, то есть, как сейчас бы большинство режиссёров бы сняли это просто чистые лица, да, и, скорее всего, это был бы план-реверс-план, шот-реверс-шот, да, в диалогах, то здесь он делает всех персонажей, он их близко ставит, они друг с другом лицом к лицу разговаривают, еще и ветки есть, и так это все красиво, интересно, визуально, как картина. Да, это был очень клевый кадр, когда Сабинин с Таней разговаривает, вот как ты говоришь, крупные планы лиц, прям вот фактически по уши обрезаны, то есть они настолько близко к камере, но между ними вот этот пожар, ну не пожар, а огонь, огонь-костра и дыма, тоже очень интересный элемент. Да, и, кстати, дым вообще очень часто встречается вот в этих двух фильмах, то есть вот именно Калатозов очень любит своих персонажей сквозь огромные клубы дыма пропускать. Я представляю, насколько это было сложно, и для здоровья плохо, и, в принципе, тяжело не начать кашлять в таких вот условиях, но вот он как-то заставлял своих актеров терпеть все это, потому что вот его фильм действительно очень часто персонажам дым в лицо валит, прям вот, но это выглядит, конечно, шикарно, то есть как Урусевский это снимает, он же ведь не просто это дым, там и свет какой, и все остальное, вот, это все очень оживляет картинку, это как гифки просто, понимаешь, одна с другой, как люди из определенных изображений делают гифки, да, ты же из чего попал не взялся, ты же из чего-нибудь интересного сделаешь. Вот этот фильм, это по сути коллекция гифок, хотя казалось бы, геологи ищут алмазы в Сибири, какие гифки могут быть, но тут столько кадров, везде постоянно сзади, либо ветки раскачиваются, либо дым костра, либо еще что-то, но и потом, конечно, там вообще все гореть начинает, и он начинает в реальных условиях, то есть там есть просто вот съемки, где они идут, и вокруг них деревья падают. Я вообще не представляю, как они это снимали, потому что это настоящий пожар, настоящий лесной, а как бывший работник лесного хозяйства, я вам так скажу, лесной пожар, это такое себе занятие, такое себе занятие. Кто не знает, мой следующий действительно был работником. и тушил такие подобные пожары, поэтому нахер, ребята, я не представляю, как актерам, и во-первых, ну потому что его нереально контролировать, на минуточку, и где они нашли участок леса, который они реально подожгли, вот что у меня забавно, то есть, ну, ты представь, у тебя лес горит, короче, надо быстро-быстро все это снимать, потому что огонь распространяется. Наверное, подготовка была очень, я думаю, основательная. Какой-то гектар леса, может, им выделили там специальный. Но да, даже вот этот кадр, когда они уже начинают собираться, и помню, что это лодка, куда, значит, Таня бросает сумки, и Сергей бросает сумки, вот он ей говорит, я благодарю тебя за что, за чувства, говорит, но скоро их не будет, и вот ты посмотри, как просто свет падает, там, это как в сказке какой-то, свет вот прям вот такой, пробивается через деревья, да, и просто освещает лодку, вот эту, часть вот этой речки, они в тени, и это очень красивый кадр, композиционный. Да, да, и Сергей Степанович погибает, там обваливается дерево, и я такой, ты форсируешь, форсируешь. Я просто хотел сказать, что, когда сам пожар начинается, первое мое подозрение было, что это Сергей Степанович, это все сделал, потому что он не хочет, чтобы они оттуда уехали, скорее всего, и лодки будут где-нибудь порваны или сгоревшие, у меня уже такие начались подозрения, потому что особенно эта сцена, скажем, в могиле, да, когда вот он на нее так томно смотрел, и сцена как раз, когда они кидают эти сумки, то есть ты можешь уже заподозрить, что Сергей Степанович ради любви готов сжечь все, да, то есть это, по сути, было бы отличной метафорой, страсть, которая сжигает все, да, но нет, это природа борется с нашими персонажами, которым остальную часть фильма придется очень тяжело. Огонь внутри, он перебродился в огонь настоящий, и действительно, мать природы просто так не отпустит свои богатства и какой-то элемент вторжения внутрь ее, вот, и что самое интересное, нам не показывают, из-за чего начался пожар, то есть там даже, я не помню, там были слышны звуки грома, и что-то вроде этого, вроде там как-то погода началась портиться, мы просто, Таню будит, что все, пожар, пожар срочно, ты такой, вау, вау, что? И вот эта сцена вся продолжающимся кадром, то есть она не обрывается, это по сути камера все время движется, что в принципе мы в Кубе особенно много будем упоминать, но здесь тоже есть вот эти продолжительные кадры, где вот Сергей Степанович вот бежит сквозь все эти деревья, под ними проплывает в одной своей этой телогрейке, да, и просто ты видишь вот этот мужик, бля, просто рэмбот, я смотрел на него, это Solid Snake какой-то, это биг босс, понимаешь, то есть он просто, как вот он это все под этими деревьями горящими проплывает, идет, ничто его не может остановить. Его, знаешь, уже просто одна задача, то есть спасти Таню, то есть он именно этим уже движет, это его и движет, да, да, он бросает им еду, и в какой-то момент мы видим на несколько кадров буквально, как на нем уже это телогрейка горит прям на его теле, после этого его заваливают деревьями. И ты такой кричишь, эй, а где треугольник, что происходит, ну, что, как, это что, не в этом костяк фильма, да, вот тут меня очень сильно удивило, я только, знаешь, и согласись, ты обрадовался, хоть тебе этот Сергей Степанович и нравился, но радостно, что, окей, у фильма для меня что-то совершенно другое, вот это всегда радует, особенно, когда ты подозреваешь, что будет что-то тривиальное, да, хоть и фильм великолепно снят, но, если бы сюжет, но он упирался чисто в этот треугольник, я не уверен, что я бы сильно хвалил его на самом деле, то есть для меня, конечно, я за собой замечаю, что для меня, как для любителей фильмов, часто на первый план уходят как раз-таки техники, да, то, как это сделано, не обязательно о чем это сделано, вот, но, опять же, в случае с Кубой, ну, сюжетно, ничего особо там революционного не происходит, но визуал настолько невероятен, что я готов хвалить очень сильно фильм, здесь хоть я, опять же, визуально восхищен, но, если бы это был просто «Любовный треугольник», то это было бы, это было бы разочаровывающе от Клотозова увидеть, на самом деле, и нет, это, конечно, часть фильма, это, несомненно, здесь есть, но это кончается буквально, на половине фильма, на половине, да, мне что-то казалось, что это была третья, но на самом деле нет, это целая половина, да, а после начинается выживание, и вот это у нас уже жанровое кино, я считаю, начинается отсюда, это чисто выживание, человек против природы. Потрясающий кадр, когда они сквозь пожар, вот тоже самые силуэты идут, но сквозь пожар, дым, я так понимаю, луна там светится, то есть уже ночью происходит, господи, какая-то великолепность, мне нравится, что он делает своих персонажей грязными, то есть у них закопченные лица, просто настолько вот ты видишь, ты видишь все последствия того, через что они проходят на них непосредственно. То есть они подожгли значительный кусок леса, после потушили, ну и продолжили там снимать. В этих вот, и как эти ветки клёво выглядят, да, обугленные, уходящие в небеса, просто торчащие из земли. Да, и не знаю, да, вот больше всего меня восхищает, конечно, вот съёмки вот в лесу, который в процессе горения, и деревья реально падают, объятые пламенем, вокруг этих актёров. Это супер амбициозно. Знаешь, покрывать актёров грязью, я думаю, не сильно пришлось, потому что лёгкая прогулка, сквозь такой пожар, я тебе говорю, гарантирую, ты будешь весь такой. Оно поэтому и выглядит, естественно, всё это. И вот, когда я видел всё это, я немножко, на самом деле, вспоминал фильм «Иди и смотри», где тоже есть такие вещи, где ты не понимаешь, как актёры могли осмелиться на такое, да, сниматься в таких условиях. Да, и вот, как тебе весь, вся начинка вот этого выживания, которое показано в фильме? Великолепно, потому что нам, опять же, всё это подчеркивается визуалом, когда нам то показывают людей, то потом искорёженные в ветке и такое ощущение, будто, знаешь, как бы сама мать природы над ними, такой, знаешь, удивительно будет сравнение. Там забавно есть момент. Тут момент, момент того, что, как бы, вроде бы это произошло стихийно, но мы до конца не знаем, но мать природы как будто бы говорит персоналу, смотрите, для чего может довести вот ваше какое-то вмешательство, что вы можете сделать осознанно, а не потому, что так должно происходить как бы в круговороте каких-то вещей. Мне, например, ещё очень сильно зацепил момент, когда дождь начался, и это такое, знаешь, ты уже сам вместе с персонажами выдыхаешь такой, дождь, хоть немножко как-то легче стало. Ну и там был момент клёвый, когда, по сути, у жениха повредилась нога в самом начале всего этого. Я такой, вых ты гнедотёп, ты сраный. Первая же просто пробежка, и у тебя нога поломанная. Тебе бы в хоррор-фильмах в 90-х сниматься с таким. Ну, слушай, его там начинает просто, ему становится плохо. Да, уж губляется его положение. И вот они его несут, он смотрит вверх, и некоторые... Самый важный факт того, что его несёт его возлюбленная. Да, это супер ударяет по его мужественности просто очень сильно, потому что он начинает становиться её обузой фактической, камнем на её шее. И, окей, они несут его, но он смотрит вверх, и там некоторые деревья формируют просто кресты, ты можешь видеть. Да, да. И ты такой... То есть это как опять ещё одно предзнаменование, что мало кто из них выберется живым отсюда, если вообще выберется кто-либо. Да, такие вот моменты визуальной находки. И этот фильм, вот почему я и говорю, что два часа это было бы тяжело смотреть, потому что во второй половине героям, во-первых, не так много диалогов, в основном мы видим их страдания, и это просто тяжело смотреть. Это реально тяжело смотреть, как они вот изнурённые ходят. То есть тебе нравятся эти персонажи, ты хочешь видеть их весёлыми, да, преуспевающими, да, ну или хотя бы даже, если не преуспевающие, но в процессе добычи, чего-то, да, героическими, ты их хочешь видеть, да, как они вот роют землю, да, но здесь они просто выживают, вся их, и по сути, вся их сила направлена не на нахождение сокровищ, а просто на выживание, самое базовое. Одержимость немного сменилась теперь, одержимость жить дальше появилась внутри наших героев. Да, и там есть вот эти замечательные кадры, где они по какому-то болоту его тащат, и Таня уже падает, обессиленная, раз за разом падает, и мне такое, мне ещё тяжелее, это становится смотреть, мне очень их жалко. И в то же время мы видим такие тёплые моменты, где он, как его этого парня, я знаю, Андрюша, по-моему, Андрей его зовут. Да, да, Андрей. Андрей просит, значит, вот этого, как его, который пишет письмо? Ну, Собянин. Собинин. Собинин, сорвите мне цветочек, чтобы я отдал его Тане, поздравил её с днём рождения. То есть такие есть тёплые моменты, но опять же они очень омрачены тем, что ты знаешь, что в будущем их только хуже ждёт. И ты, по сути, смотришь фильм, для этого ты первый план смотрел, это «Любовный треугольник», который в Сибири развивается, между геологами и так далее, этим их гидом, да, но теперь ты, по сути, смотришь фильм, у которого тон сменился совершенно в другое направление и акцентируется на, по сути, ощущении безысходности. То есть фильм приобретает очень-очень депрессивные тона. Да, очень мрачные становятся. И ты не веришь уже, что кто-то из них выберется. И это, опять же, это тяжело смотреть. Просто фильм, по сути, тебя медленно-медленно приучивает к идее, что чувак, пожалуй, стоит отпустить надежду, что Таня вот эта, которая просто влюбляет в себя, скорее всего, и она тоже не выберется отсюда живым. И ты такой смотришь, ты думаешь, ааа, чёрт, Клотоза, ты жестокий человек. Но ты понимаешь, что в этом много правды, потому что я представляю, сколько людей в погоне за вот этими сокровищами, да, ну, даже я не беру в расчёт, там, древнюю историю, но просто вот недавнюю СССР историю. Сколько людей погибло, да, пытаясь найти. И причём здесь в этом фильме что интересно, в отличие от той же нефти, где Плэн Гью был, для себя всё это хотел, да, потому что это его американская мечта, и он хочет обогатиться и стать богатым, самостоятельным таким человеком, которому больше не придётся смотреть на людей, да, как он это говорил в фильме, то здесь это мания совершенно другого рода, это мания, пропитанная любовью к отчизне, и даже вот то, куда они звонят, в арации всё время, кодовое там имя, отчизна, отчизна они говорят, то есть они общаются с родиной, и они делают всё это не ради себя, ради родины, и ради чувства долга, не ради обогащения, это уникальный такой оттенок вот этой истории погони. Да, я считаю, что это всё же, как бы знаешь, указом свыше было внесено фильм, мне так кажется. Но в то же время я верю, что тогда люди такие были реально, которые делали это ради родины, то есть это просто было такое время, тогда были такие люди, сейчас, возможно, их не существует, мне сейчас кажется, понятия родины уже не существует особенно, да? Конечно. Люди как бы просто рождаются в определённом месте и пытаются в нём преуспеть, и если им удобно, они лучше свалят в другое место. Смотря на этих людей из этого фильма, я точно могу сказать, что они бы никогда не захотели никуда свалить, они положат жизнь ради того места, где они родились. В этом есть много сентиментальности, конечно, много идеализированности какой-то, которые опять же ждёшь от фильма в той поры, но в то же время в самом фильме ты как бы не чувствуешь это как какую-то пропаганду или ещё что-то, ты чувствуешь это, честную энергетику за этим. Ну, в одном моменте мне, правда, очень сильно не понравилось, когда они, ну, уже Андрюша решает уйти, да, чтобы, в общем, дать шанс выжить, потому что он тормозил у всех, тоже, кстати, довольно мужественный поступок. Мужественный, потому что если мы думаем, Андрюша это такой, ну, немножко слезняк, заумный, но такой... Да, да, да. Он решает. Не может. Это ещё один удар для Тани, которая как бы может и понимает, что он как бы абуза, наверное, для них, для двоих, но тем не менее она уже всё-таки его любит и жалко человека. Они пытаются найти, но и безуспешно, и вот они уже остались вдвоём. И вот момент, когда они, я немножко забегу вперёд, когда они лежат на камне и что-то там начинают говорить про клятву, 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 и когда она начинает клясться, клятва пионеров, вот тут я просто уже, я... Немножко жирно. Я почти, я уверен, что это было всё же наказано Калатозу вот так сделать. Не знаю. Ну, это просто... Обязательное условие, да? Да, потому что, ну, какие нахер пионеры? Зачем вот эту идеологию? Вы уже плетёте в эту вот трагедию всех этих людей, которые хотят просто выжить. У неё только что, блин, этот возлюбленный её, грубо говоря, покончил с собой, ну, чтобы дать ей жизнь. Она... И она говорит о пионерах, и это очень сильно меня, знаешь, как бы вырвало из повествования. Не знаю, мне это очень понравилось. У меня не было такого, да? Но я абсолютно понимаю, о чём ты говоришь. Да, да. Я понимаю, что здесь они немножко жирно намазали, да. То есть, это совсем не тонко было. Ну, да, но в этом... Я лично в этом нахожу для себя положительную сторону того, что я очередной раз восхищаюсь самоотверженностью этих людей. По сути, фильм ведь и посвящается самоотверженным людям. То есть, его изначальный подтекст это люди, которые превыше себя и своих любимых что-то ещё ставят, понимаешь? Но они это прекрасно показывают своими поступками до этого. Не, я не спорю. Я не спорю. То есть, это было немножко, скажем так... Намазанным сверху. Причи. Есть такое слово, когда вот уже ты начинаешь немного делать это как какую-то проповедь, да? Немного чересчур. Тут я не буду спорить. Но как плюс этой сцены это невероятный план на профиль Тани на фоне грозного неба очень мрачного. Очень красиво выглядит. И оба их профиля великолепно смотрятся. Такие закопчённые и вообще потрясающие. Её слеза, как она скатывается. Идеальная композиция. И особенно кадр, когда ты их обоих видишь. Её профиль и его профиль, да? Такие полупрофили уже. Как они лежат и общаются. И когда она на него смотрит и как их волосы развиваются. Всё это шикарно выглядит. после как они пробуждаются и видят, что уже снег. Я такой вау, как это? Нет, окей, я не был удивлён тем, что снега столько, его можно столько навалить, они всё-таки закрылись там полностью с головой. Да, да, да. Но это как, знаешь, новый, то есть ты думал, до этого плохо, чувак. Тут ещё и снег, понимаешь, и ты такой ооо. Но это ещё не самое худшее, потому что потом начинается настоящая вьюга, и этот звук в советских фильмах вьюгу всегда звуком подчёркивали так, что тебе просто уже становится холодно, когда ты это смотришь. Самому холодно, да. Да, и они несчастные идут, у них нет ни тёплых вещей, ооо, господи, ты сам уже ёжишься во время просмотра. И вот эти моменты, когда помнишь, когда он находит ёж, господи, вот это второй раз, когда фильм меня офигеть как удивил, потому что ожидать от того, что погибнет как бы красивая девушка в советском фильме, которая только что клялась там пионером, да, это всё, красавица, комсомолка, студентка и так далее, ты это вообще не ожидаешь. Да. Но. И не то, что ты не ожидаешь, ты этого совсем не хочешь. То есть, опять же, я говорю, что да, клёво, что не хэппи-энд, клёво, что не типичная треугольник, но даже я хотел, чтобы всё как можно лучше закончилось, и плевать, что это было бы клишировано. Но согласись, ты ожидал, что скорее всего погибнет Собянин, и как его Собянин, ой, господи, ну, короче, гид этот вот, а Таня выживет. Не, он не гид, он геолог тоже. Гид был, этот, Семький Степан. Ну, окей, ну, согласись, что ты думал, что Таня выживет в конце. У меня такие ожидания были. Я, честно говоря, не уверен. Я, наверное, всё-таки думал, что они все умрут. А, даже так. Ну, в общем, жестокий. То есть, не, я не жестокий, я ужасно надеялся, особенно, что Таня выживет по понятным причинам. Не только потому, что она красивая, но она, в принципе, приятная сама, просто её манеризмы, да, ну, это Татьяна Самойлова. Ну, много вещей, которые притягивают меня к ней, но, опять же, чувствуя прогрессию, куда всё это идёт, мне пришлось расстаться с этими надеждами. То есть, я с ними до конца не расставался, но в глубине души я понимал, Калатозов никого не пощадил. А тут ещё момент интересный, потому что до этого мы смертей не видели. Сергей Степанович, там дерево обвалилось, и всё, Андрей ушёл, но мы видим замёрзшее тело Тани. И это очень смело, на мой взгляд. Это жёстко. Очень смело. Нет, даже, знаешь, замёрзшее тело это фигня, но... Как это фигня? Нет, нет, по сравнению с тем, когда он её, в принципе, впервые находит, у неё прям всё лицо замело с снегом. Вот это для меня самое страшное было. Потому что, когда он её несёт, у неё такое красивое лицо, не спадают волосы, на нём нет ничего. Ну, я оттуда тот момент и говорю, да. Ну, знаешь, знаешь, ещё клёвый был кадр, когда мы видим, по сути, это, кстати, один из самых жутких кадров в плане смерти персонажа, что я видел, в кино, потому что обычно ты в кино видишь, ну, ты видишь мёртвого персонажа, и всё, да? То есть ты на него взираешь извне, так скажем. но мы по сути видим послесмертный взгляд Тани из её глаз. Помнишь, когда там есть такой план на размытый, такой вот какой-то интересно так сделанный, размытый план веток деревьев. Да, он её несёт, да. И он таким образом... Ты же знаешь, что глаз зашевелится, и что-нибудь она подаст признаки жизни, но нет. Ну, вот это вот, именно вот этот кадр, как он был размыт определённым образом, такой немножко как спиралью уходит в один момент, он для меня показался очень жутким, и я действительно поверил, как будто, знаешь, чёрт, если человек умирает, он, наверное, вот так видит всё. То есть оно у него просто как-то вот съёживается в какое-то страшное, искорёженное такое изображение. И это было жутко. И, кстати, после этого начинаются одни из лучших кадров, когда вот он идёт по этой вот тумбри, да? Одинокий уже тумбри, да. И там есть момент, где его в профиль показывают, опять же, его чёрный силуэт, он как будто по облакам идёт, знаешь, по небу. Просто снег так прокатывает всю эту поверхность идеальную, ветрами выровненную. С Мактуновскому больше всего не повезло из актёрского состава, потому что дальше его надо будет на таком своеобразном палату передвигаться перед... ледяной в воде. Он был Ди Каприо выжившим, до Ди Каприо выжившим, да? Да, да. Ой, слушай, я уверен, Иниорит вдохновлялся этим фильмом. По-любому. Да. Это хороший источник вдохновения. Прям похвально. И вон там есть прям моменты, где он ногами залазит в эту ледяную воду, прям эти брёвна там, да, пытается какой-то плод соорудить. Я не знаю, были ли раньше специальные там гидрокостюмы и что-то вроде... Да, сильно сомневаюсь. Было что-то самодельное, скажем, какое-нибудь на ходу придуманное. Но да, то есть эти вот моменты, когда он себе сооружает эту льдину, на которой он будет плыть там. У него, по сути, этот плод, но он довольно быстро оледевает, да, такой, и он, по сути, на льдине плывёт очень многое время по реке спускается. И вот он, когда ещё даже видит эту реку, он говорит, река! Он радуется. А я думаю, ну и что ты будешь делать, бро, ты же не полезешь в реку, а он полезет в реку. Он полезет, да. И это очень ужасно. Там моменты, когда уже окончательно он уже окоченел практически, то есть он лежит и уже покрытый весь снегом на этой льдине. У него такой хватает сил там буквально чуть-чуть рукой шевелить. Тоже по холодной ледяной воде, господи, Иннокентий, как же тебе там было не сладко. Ну и до этого у него мираж там происходит очень клёво снятый, где он, по сути, ему, он бредит, и он видит, как он возвращается в цивилизацию. Куча людей его встречает, всё так идеализировано. И одно, отличная деталь это то, что он не может кричать. У него только шёпот рывается. Да, 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 уже охрипелись. Люди, я здесь, возьмите меня, вот у меня карты есть. И его никто не слышит, то есть он уже абсолютно, его силы покинули его. И всё, что ему остаётся, это только полагаться на удачу, какой-то фарт. То есть тут он уже не может полагаться на какие-то свои выживательские навыки и смекалку. Он полностью побеждён природой, по сути. Он превратился в определённую такую оболочку. И там есть момент, когда он причаливает на своей льдине этой. И он весь покрыт снегом. То есть он так долго бездвижно лежал, что его опять замело. Ну и после этого у нас есть по сути спасение и ты до последнего. Ты знаешь, мне Drive вспомнился немножко, где Райан Гослинг в конце, долгое время у него открыты глаза, и ты думаешь, что он мёртв, закрывает их, и через сколько-то времени он их закрывает. И такой, окей, он жив. Здесь то же самое, только с закрытыми глазами, долгое время они закрыты. Ну такой более традиционный, да, подход к этому, к этой идее. Очень, кстати, классный кадр, очень классный кадр, когда он лежит вот перед камерой практически в профиль и на заднем плане вертолёт в фокусе. И да, прям в глаз как будто спускаются люди. Очень интересно сделана композиция. Да. Ну вот и всё, по сути, это и есть фильм. То есть это такой, на самом деле, жанровый фильм. То есть его структура, она крайне проста, но технически я представляю, какие были просто какой технический вызов был это сделать, всё это снять так. Это определённо мега амбициозное кино, мега амбициозное кино в плане вот снять такое. Да, естественно, Калатузов, опять же, подчёркивает своё мастерство визионера и, опять же, он именно что показывает состояние всех этих персонажей через какие-то образы с помощью великолепного оператора. Вместе они даже создают различные композиционное решение, которое это всё отражает, будь то действительно крест в виде веток, да, свалов деревьев, то есть всё это такие вот элементы наполнен весь фильм, и они составляют очень большую богатую картину, хотя, казалось бы, фильм, по сути, действительно, по сюжету он очень простой. я рассматриваю этот фильм как скорее то есть вот как вот кому он посвящён людям, которые преодолевают невозможное, да, то есть сам по себе фильм технически он этим же является вызовом невозможному, да, вызовом чему-то, что кажется невозможным сделать, да, и сейчас, я думаю, если зритель посмотрит, он не обязательно придаст этому значению или не обязательно подумает о том, как сложно было это делать, да, но мы с тобой, я думаю, это прекрасно прочувствовали всю просто агонию снимать такой фильм, и я вряд ли думаю, что мы даже её на 50 или на 30 процентов прочувствовали, мы просто можем догадываться, как тяжело это было сделать, но что я хочу сказать, это то, что сам по себе фильм, то есть Клотозов, он, знаешь, вот он посвящает фильм определенным людям, и он пытается пропустить себя через тот же ад, через который они себя пропускают, и в этом, я думаю, корень ценности этого фильма, не в каких-то завихревательных сюжетах и невероятных даже визуальных метафорах, а не в этой великолепной операционной работе, а в самом акте создания подобного фильма об этих людях, то есть сам акт того, что фильм был создан без каких-то компромиссов, без вот этих легких путей, да, каких-то срезов где-то просто вовсю пошли до конца, да, испытали себя, и вышли по ту сторону, по ту сторону героями такими же, на мой взгляд. Кстати, есть очень забавный факт, ну, ты узнал Василия Ливанова в роли Андрея, тот самый, который Шелка Холмса играл, Василия Ливанова, вот, и, короче, вроде бы как, именно на съемках назвучивания этого фильма он сорвал голос, простудил горло свое, и потом начал общаться так, как Вин Дизель. Нет, ну, не как Вин Дизель. Ну, добрый день, Матсон. Плохое сравнение, в любом случае. Да? Ну, нет, я абсолютно его не узнал, визуально, конечно, сложно было бы узнать его в этом фильме. Что в завершении, что в завершении можно сказать? Посмотрите этот фильм, дорогие друзья, вы получите, даже если вам когда-нибудь, возможно, не нравилось советское кино, вам кажется это слишком скучным, я думаю, что этот фильм изменит ваше представление немного, и я думаю, его посмотрится с удовольствием большим. Особенно, если вы любите красивые какие-нибудь кадры, еще какую-то визуальную составляющую, то это прямо вообще ваши, ваш билет в путь визуального совершенства. Вот. Окей, я абсолютно присоединяюсь к этим словам. Ну, а дальше у нас Soy Cuba или Я Куба. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Потому что это картина... Это не просто фильм. Да, картина скорее такой, как идеологический очерк, посвященный революционным событиям на Кубе, с известными, конечно, героями Фидель Кастро, Че Гевары и тому подобное, которых мы уже все знаем. И, кстати говоря, они вроде бы как и принимали участие в съемках, то есть вводили съемочную группу в какие-то определенные места. Всячески помогали, короче, создавать это. Да, да. Это огромное вот это вот творение под названием Якуба. То есть, по сути, Куба избавилась недавно от своего, скажем так, поставленного американцами... Ну, угнетающего какого-то режима, когда земли просто распиливались, отнимались у людей. по фамилии Батиста, да. Вот, то есть это по сути, главным персонажем фильмом является и сама Куба. И через определенных персонажей их истории маленькие мы видим, как бы, как жила тогда Куба. И тут, на самом деле, очень интересный момент, потому что картину раскритиковали как в Советском Союзе, так и на Кубе. Не туда, не туда. То есть кубинцы посчитали, что это не совсем правда. Ну, они посчитали, они скорее то, что я читал, я не знаю, что ты читал, но это то, что я читал, это то, что им показалось, что немножко сами образы кубинцев показались клишейными и немножко такими двухмерными. И в этом плане я не могу даже с ними спорить. Так оно и есть. Оно так и есть. Но ценность этого фильма не в этом. Совершенно. То есть, во-первых, фильм доносит самые простейшие идеи. Это цена свободы, да, ценность того, ценность воли, что как, нужно жить, быть вольным человеком. Просто здесь все, знаешь, уже излишне однозначно так показано. Но опять же, идеологическая картина, то есть, другого варианта не будет. Я не вижу в ней какой-то, вот, я не рассматриваю этот фильм как пропаганду, хотя какие-нибудь американцы бы, наверное, увидели именно бы так этот фильм. В том-то и дело, что вот, мастерство Колотозова настолько велико, что он, видишь, как-то извернулся, чтобы не удариться в совсем уже прям такую пропаганду и сделал такую, знаешь, фильм-притчу даже больше. Я просто увидел народ, который, ну, как бы, угнетают, да, и я встал на сторону этого народа, то есть, как зритель. Именно для этого и было сделано это кино. И, и тут я, опять же, не знаю, как сказать лучше. То есть, я уже, да, я уже обозначил даже в этом себя подкасте, и все, кто слушал подкаст с моим участием уже давно понял, визуал, это для меня огромная часть кино. И фильм «Якуба» это один из самых выдающихся примеров визуала в кино. О, да. Не только, на мой взгляд, но на взгляд большинства людей, которые вот даже сами снимают фильмы, такие как Мартин Скорсезе, да, какие-нибудь другие режиссеры, они все восхищаются этим. И, опять же, простому человеку, если показать какой-то фильм, да, как бы он визуально не был великолепен, многие люди не хватают этих вещей, они не уделяют внимания этим вещам. Операция, работа, монтаж, не только на интеллектуальном уровне они за это не хватаются, но и даже на уровне подсознания они не улавливают, почему один фильм интереснее. то есть эти люди часто могут куда более простой фильм с точки зрения визуала с большей радостью даже посмотреть, да, чем какой-нибудь Якуба. И для таких людей, опять же, я не уверен тогда, в чем ценность этого фильма, действительно, потому что, да, здесь очень клишированные персонажи, они очень поверхностные, но они сделаны так по своему дизайну. То есть Калатозов, он изначально не пытался прописывать, начнем с того, что этот фильм это вообще альманах, то есть здесь четыре истории, здесь нету напора на какого-то отдельного персонажа, упора на каких-то персонажей, здесь есть четыре истории, которые создают определенную, я бы сказал, здесь две арки, арка страдания и арка ответа на страдания, то есть возмездие какого-то даже. Да, да, то есть первые две сюжетные линии это то, как Куба страдала под гнетом американских влияний и вторые две это призыв к оружию по сути и ответ. Но для меня фильм этот и вот поэтому я говорю, я не удивлен этой реакцией и скорее всего эти люди просто не поняли, за что стоит восхищаться этим фильмом, да, они просто не поняли это, они не увидели это, не прочувствовали, они смотрели только на персонажей и на диалоги, да, такой самый прямой подход к восприятию кино, который я считаю по сей день превалирует вот в мире, то есть люди в основном первым делом смотрят на персонажей, нравятся ли им персонажи и что говорят эти люди, то есть они очень так буквально воспринимают вещи люди в основном, когда смотрят кино, поэтому им нравится, безумно нравятся такие фильмы, они потом выигрывают Оскар как «Зеленая книга», да, где есть вот такой вот чистый, такой моральный, значит, этот стержень, за который все могут зацепиться, который всем знаком. Ну и недавний пример богемской рапсоти, который как бы критикам в основном не понравился, а у народа, он просто там вообще десятки лепит на всяких рейтинговых сайтах, что мне для меня тоже... И плевать, что монтаж как будто в миксере перемешали кадры с фильма и потом слепили их. Да, да, поэтому я абсолютно с тобой согласен, я очень часто задаюсь с этой какой-то, ну такой, это действительно головоломка для меня, потому что очень часто, когда обсуждаю какое-либо кино с кем-то, я в первую очередь говорю, что там, блин, да, действительно, очень клевая операторская работа, там какие-то планы, кадры. Понимаю, что ты не находишь как бы контакта с человеком. Потому что он не понимает, о чем ты говоришь. Что он не понимает, ну и что, там же что, там, типа, действительно, для людей важна какая-то самосуть история. И мне еще нравится, как люди часто критикуют фильмы за логику, за несоблюдение логики, за какой-то вот такие вот вещи логического толка. Не понимая, что, ну а ведь они только что посмотрели художественный фильм. Каждый художественный фильм испещрен тысячами проблем логического плана. Это просто неотъемлемая часть этого искусства. Но суть в том, что это не то, ради чего делается кино. Я думаю, вообще, такая проблема, знаешь, с любым видом искусства, с музыкой и то же самое. Но суть в том, что это не проблема. Это не проблема. Почему это не проблема? Логик? Это неотъемлемая часть. Нет, я не про логику. Я не про логику. Я вообще в этом подходе, когда, знаешь, настолько поверхностный взгляд бывает, что даже музыку люди слушают, они могут даже не слушаться в слова, которые поются в песне. Ведь из них может скрыть еще огромный смысл, который связан с мелодией. этой песни. Не всего. Это просто. И вот это большая проблема, либо не проблема, но стоит ли принять художнику вот это все, когда его просто до конца не понимают. и... Ну, я думаю, любой зрелый художник, он изначально готов к этому. Да, да. Он может быть недоволен, он может быть опечален этим, да, или наоборот быть радостным, что, эх, они никогда до конца не поймут мой замысел. Может быть, миллион, да, способов, ну, справляться с таким, с такой вещью. Но это просто данность, и это, это всегда будет частью кино. Всегда будут... Ну, обидно, когда, понимаешь, одно дело, когда мы говорим о фильмах, допустим, ну, Only God for Gives, допустим, да, там, понятно, реакция зрителей, ну, уж, как бы... Но Якуба кино совершенно то есть, как бы доступное зрителю, да, порог входа абсолютно минимальный, то есть, простая история, но, действительно, когда люди хвалят, не хвалят, точнее, визуальный час, забывая, и они абсолютно не говорят, что это, ой, какой-то, знаешь, такая посредственно идеологическая картина. Да. Для меня это... Ну, кстати говоря, вот Тарковский в своих очерках, я помню, читал, запечатлённое время вроде называлось, он критиковал вот эту операторскую работу этого фильма. Да. Кстати, за длинные планы, потому что он говорил, в этом нет ничего. То есть, по сути, у него была похожая реакция, как у тебя на Выжившего. То есть, понимаешь, это такое... У него случилось... Знаешь, это интересно... Я вот эту реакцию Тарковского тоже читал, но мне не пришло в голову то, что Яна Выжившего, по сути, наверное, отреагировал так же, как Тарковский на этот фильм. Но суть в том, что в этом фильме для меня это работало на сто процентов. Вот в Кубе для меня длинные планы... Даже потому что технически они не безупречны здесь. Тут есть момент, где камеры человеку просто по голове попадают. Ты можешь это увидеть. Да, да. И он почти... Ну, кстати говоря, я не совсем осознавал, что это был длинный план. Вот в этом все как бы особенно. Я осознавал, потому что у меня уже был контекст, что этот фильм испещелен длинными планами. И я уже готовился... А я абсолютно этого не знал. Я смотрю... Ну, как бы в начале фильма, когда там у нас очень длинный план, когда показывают всю эту красивую богемную жизнь. Ты увидишь этот длинный план. Ну, дальше я как-то настолько влился в само повествование фильма, что я вообще абсолютно этого не замечал. Знаешь, нет, да. Я в какой-то момент я акклиматизировался и не стал этому уделять внимания. Только иногда я подмечал это, когда это совсем было уж очевидно, да, где, ну, настолько видеоряд шел в разрез к тому, что обычно было бы сделано, да, что ты уже так, о, да, ты подмечаешь. Ну, это такая естественная реакция любого киномана. Но, да, не, я шел туда с осознанием того, что там будут длинные планы. Но вот я не уверен, почему для меня работают длинные планы здесь. Возможно, это то, что фильм «Черно-белый», это каким-то образом на это влияет. Возможно, то есть я на самом деле люблю длинные планы, не поймите меня неправильно, у меня не позиция, как у Тарковского, что если длинные планы, то в этом изначально ничего нет. То есть вспомнить славные парни там или убить Билла первую часть. Понимаешь, длинные планы-то были у Тарковского, их очень много. Просто он говорит, что это был как бы скорее как инструмент, просто, знаешь, как показучность. Самоцель? Да. Самоцель превращалась. Что-то вроде того. Ну, и я могу понять, я могу понять это. На самом деле, это здесь есть, на самом деле. Я должен, я в чем-то согласен с Тарковским. Потому что здесь это настолько экстравагантно порой выглядит, когда вот он настолько длинный и настолько комплексный кадр, когда уже камера в бассейн погружается, ты уже не можешь игнорировать, что Колотозов идет в разнос. Он просто пытается понять, где грани, да, он просто пытается их нащупать. Как, ну, насколько комплексным я могу сделать кадр. И это здесь есть, но... Кстати говоря, она после... Меня это не раздражает в этом фильме вообще. Не раздражает. После входа в бассейн там еще сцена продолжалась. И Колотозов ее вырезал, короче. Наверное, уже перебор. Мне было бы интересно увидеть это полностью. Но... Суть тут в том, что с этим фильмом Колотозов он попал в очень уникальную ситуацию, в которой режиссер... Ну, вот, большинство режиссеров никогда себя не найдут, а какие-то из режиссеров найдут себя только один раз в жизни. И это ситуация, когда тебе правительство полностью помогает, тебе дали кучу денег, и тебе даже не сказали, что надо делать. Ты просто сам мутишь, как хочешь. Коджима стайл. Да. Опять же, Коджима стайл, Кубрик стайл. Опа, Кубрик стайл. Как вам такая шутка? Но, понимаете, о чем я говорю? То есть, и тут сложно винить Колотозова за то, что он идет в разнос и просто пробует все. Знаешь, он как будто, окей, один раз живем. Давай, чувак, давай. Они просто бах налепило с оператором и давай нахрен пошли в разнос просто все это снимать. Как им приснилось, так они это и снимают. А я безумно рад, что так все снято. Я рад. Я безумно рад, что так снят выжившие своими длинными планами. Я люблю их, им нравится, я понимаю, что это кино. И, знаешь, сейчас любой фильм я уже просто смотрю и я всегда думаю, как они это снимают? Понимаешь, что мне тоже просто интересен сам процесс, понятие этого. Я понимаю, технически это загляденье все. Да, но видеть вот эту феерию в кадре, когда здесь не просто длинный план, здесь длинный план с просто какой-то безумной хореографией и ритмом в сцене. Потому что здесь постоянно все двигается и на заднем плане далеко от фокуса и так далее. Наверное, знаешь, для меня, если я продолжу пытаться анализировать разницу моих реакций на Вышево и Кубу с, по сути, похожими техническими приемами, да, в обоих случаях длинные планы очень много применяются. Наверное, разница в том, что в фильме Якуба Калатозов, то есть здесь есть эмоциональные моменты, да, вот, например, когда чувак тростник там рубит, да, в ярости, да, он старичок этот, который уже скоро сгорит на работе буквально, да, и вот ты видишь, опять же, как стедикам, точнее, не стедикам, ручная камера, как она следит за его взмахами мачете, да, вот так туда-сюда и у тебя головокружатся. Вот эти, есть вот эти эмоциональные моменты, они есть, но сам по себе фильм, он не обязательно пытается вызвать у тебя суперсильную эмоциональную, именно вот такую эмоциональную на личном уровне реакцию, потому что это сам по себе фильм, это Аль Монах, то есть он тебе скорее показывает грандиозную историю, нежели какую-то определенную, то есть он тебе посредством личных историй, очень личных историй рассказывает, большую историю, скажем так, это такое большое, скажем, полотно, как диорама такая. В Выжившем у нас есть один человек, у него очень такая вот месть, вот эта вот у него мотивация и вот, и выживание, конечно, и вот сам фильм, он меня помещает, пытается поместить меня в голову Ди Каприо, скажем, его персонажа, но при этом его техники делают все, чтобы я туда не попал, потому что все, о чем я думаю, это то, как изысканно это снято все время. Я соглашусь с тем, что там это как-то более претенциозно было сделано, нежели в Кубе. Да, даже в Кубе есть определенные шероховатости, потому что вот именно выжившим это снято безупречно, в Кубе есть шероховатости, кто-то иногда в кадр тебя смотрит в камеру, кому-то, как я сказал, по башке задели камеры, понимаешь, но ты смотришь все это и ты умиляешься, и ты думаешь, это чуваки, которые просто мутят, понимаешь, то есть это тебе не пытаются даже подать или скрыть как-то монтажными приемами, что вот эти вот неидеальности, нет, они шероховатости, неотъемлемая часть того, как это снято и как это, не только как это снято, но как это показано, и ты ощущаешь вот эту честность, понимаешь, с собой, что с тобой честно, даже есть момент, где камера идет через лес и ты видишь рельсы, по которым камера едет, ты заметил этот момент? Нет, не заметил. Я заметил, там вот помнишь, когда парень не хочет воевать, но потом его хижину бомбят, да, он теряет все, и он идет вот в этот лес к этим повстанцам, и там есть долгий кадр через лес, где там все, каждый чем-то своим занимается, кто-то курит, кто-то чистит оружие, и там есть такой краешек, в краешек кадр ты прям можешь увидеть рельсы, по которым камера едет, но я только ощущаю от этого Калатозов, понимаешь, он взял меня в свою тусовку, он показал мне это, то есть он не попытался меня как-то увести от этого момента, да, или как-то он не застеснялся от этого момента, и, конечно, я думаю, здесь еще сыграло роль то, что, возможно, он просто не мог, да, по финансовым каким-то соображениям переделать это опять все, да, возможно, и это сыграло, но так или иначе, вот есть фильм Якуба, есть фильм Выживший, и с одной стороны я вижу честный фильммейкинг, с другой стороны я вижу фильммейкинг вот этого мага, да, Иньориту, который вот делает этот фокус, который я никогда не разгадаю, как он был сделан, но это именно фокус, это нечестная беседа со мной, нечестный диалог какой-то, и в контексте того, что он пытается меня заставить, сочувствовать Ди Каприо, оно врезается одно в другое, и взаимоуничтожается форма и содержание, а в Якубе я чувствую пот, я вижу, я чувствую всю сложность, как это было сделано, но в то же время вот это честно, не вот это вот как смотрите, как мы сделали, а типа смотрите, как мы сделали, понимаешь, не знаю, как разная интонация одного и того же, как бы, не знаю, как это объяснить, в общем, да. Да, нам, конечно, придется тяжело в обсуждении этого фильма как-то говорить о кадрах, описывать их, потому что это единственное, что хочется прямо обсуждать, опять же, это визуально составляющие, не знаю, как мы будем справляться в этот момент, но первая история у нас девушки Мэри, Мэри, а как я правильно, Мэри, наверное, говорите, да, которая является проституткой. Давай Марии ее называть, все-таки она из Куыры, Мария, Мария, да, в которую влюблен местный такой паренек продавец нам каких-то овощей, фруктов, который постоянно там поет песню, такой весь романтик, очень интересный чувачок. С Федорой, по-моему, если я не ошибаюсь. А, да, да. Мне очень нравится, как в фильме вот этот контраст изначально, как нам показывают эту покрасивейшую тут жизнь, когда американские туристы такие сидят, кто-то там вальяжно хлопают в ладоши, кто-то купается в бассейне, все такие счастливые, прекрасные, думаешь, ух ты, какая куба клевая. Но через Марию персонажа мы узнаем вот этот контраст жизни, скажем, на вершине этих небоскребов, да, по которым камера так филигранно описывает свои движения, и того, как живут как бы на первом этаже, грубо говоря, простые люди. Знаете, когда, напомнишь, с этим, ну, с каким-то мужиком, короче, к себе пошла домой, там вот сразу контраст, когда они только что на роскошном такси доехали куда-то, теперь они... Здесь я должен даже сказать, что немножко Калатозов перегнул палку, когда они буквально в лужу высаживаются просто с такси, как бы можно было без лужи обойтись, я думаю, братан, то есть, когда они уже там реально в болото залазят, по каким-то камням просто идут, это уже немножечко перебор был, в смысле, но, опять же, контраст жилища, и когда она живет в каком-то буквально сарае... Тут, наверное, было стремление именно действительно контраст показать. Конечно, да, да. Я должен сказать, что когда эту идиллию показали, в кавычках идиллию в небоскребе, я уже ощущал какое-то такое нечто злое во всем этом, знаешь, какое-то вот такое вот. То есть, фильм еще особо не начал мне свою идеологию показывать, но я уже чувствовал, что, да, тут тебе показывают экстрим, лакшери стайл жизни, да, но в этом чувствовалась какая-то злая энергия, честно говоря. Там когда-то танец начинался, камера просто охренительно начинает скакать, описывая именно в ритм песни, то есть, там люди, как, знаешь, эти движения в танце, камера так продолжается за ними, потом вдруг обратно возвращается на сходную позицию. Над ними это небо, да, да, все это прекрасно. И тут, опять же, Калатозов показывал себя как прекрасный создатель саспенса в сцене, когда тебе сначала показывают вроде бы прекрасное веселье, танец, но поэтому это становится каким-то демоническим этим шабашем, когда они все хохочут так злыми этими улыбками в камеру. Слишком гипертрофированные эмоции, нет в них естественности. У меня есть определенные претензии к саунд-дизайну, то есть звуковому дизайну этого фильма. Порой немножко несинхронно, вот, например, помнишь этот кубинец, который поет в этом казино. Его просто слова не просто не совмещаются с тем, что он на самом деле произносил там, то есть порой не только в тайминге проблема, а даже в том, что произносится, то есть ты видишь, что губы совершенно другое говорят. Знаешь, это в старых советских фильмах это сплошерядно встречалось, когда просто переозвучивали, возможно, даже, ну... Порой это просто даже, ну, просто такая банальная вещь, как тайминг не соблюдается, то есть рот открыт, ничего еще не сказано, рот уже закрыт, оно только начинает говориться, и тут как-то немножко странно, что тайминг-то могли подобрать получше. Опять же, я не знаю, с чем это связано, я понятия не имею, технические, какие проблемы были с этим связаны, возможно. Ну, этот фильм был уже отреставрирован, по сути, он же ведь был потерян в какое-то время, никто его не смотрел, и потом с помощью Скорсеза его, точнее, его нашли до Скорсеза, но показали Скорсеза, и тот повлиял со своей стороны уже, чтобы фильм был отреставрированный, переобретен публикой. Вот эти все истории, когда эти великие режиссеры, кстати говоря, неотправленное письмо этот спонсировал реставрацию самого Коппола, вот, и мне нравится, что вот это вся, как бы, ну, нажимаем, тусовкой этих всех режиссеров, они просто все большие киноманы, они любят кино, и им пофиг, сколько денег потратить, чтобы этот вот шедевр, знаешь, чтобы увидели другие люди, чтобы его просто сохранить. Да, это всегда греет мне душу, такие истории, я согласен. Да, да. Но, окей, да, вот момент с этим, и знаешь, вот этот момент, то есть это затяжной довольно момент, это примерно 15-20 минут, нету диалогов вообще никаких, и тут я уже начал такое понимать, окей, это будет просто, мне будут показывать разные места кубы, без диалога, да, просто такие, как, ну, скажем так, я не знаю, визуальные зарисовки какие-то, я не знаю, и я не особо был в этом заинтересован, как бы это не было красиво снято, я не особо заинтересован в том, чтобы просто смотреть разные локации, и как круто Калатозов их снимает одним кадром, здесь я бы уже действительно в Тарковского превратился, и сказал бы, чувак, ты потерялся в своей заднице, я не готов последовать за тобой, в твою же задницу, понимаешь? Ты потерялся в своей заднице, ты знаешь, это такой верзик фильмов, залез в задницу просто, да, и вот тут я уже начал напрягаться, я правду вам скажу, то есть я такой уже, ради чего я это смотрю, но потом я уже начинал понимать, окей, когда Мария появляется, окей, я понимаю, здесь есть какие-то виньетки, есть какие-то, какие-то есть арки, есть какие-то, а потом уже я понял, ага, это альманах, и вовсе, и там уже все заработало, но поначалу я немножко напрягся, ну и, конечно же, у нас есть эти вот, американцы через призму советского взгляда, да, такие, yeah, of course, знаешь, они такие, супер наиграно, супер наиграно, такое ощущение, что как будто это реально какие-то советские актеры играют, честно говоря, настолько это гипертрофировано все было, но да, после этого нам показывают, собственно говоря, вот этого вот паренька, который продает фрукты, и сначала ты думаешь, что он вообще наркоту продает на самом деле, когда он у него есть под полы там. Потому что он передает сверток, сверток чего-то непонятного к ребятам, которые мы видим в последующей истории про сопротивление зарождающееся. Да, что интересно, да, то есть ты здесь их видишь, ты думаешь, это какие-то наркоши, которым он там продает наркоту, и тем более, тем более в контексте того, что Мария занимается проституцией, ты думаешь, что ее парень, он занимается наркотой, да, то есть ты уже думаешь, что это вроде как два любящих другого человека, но у обоих есть такое темное, скрытая жизнь темная, да, тайна какая-то, которую они друг от друга прячут, как впоследствии мы понимаем, только у Марии есть такая темная тайна, и да, она работает по сути в этом самом казино, которое мы до этого видели, работает девушкой по вызову, так скажем, да, как их называют, эскортом. Ну, проституткой, по сути, обычной идеей, все это, знаешь, возможно, как единственный способ как-то прожить, наверное, то есть уже настолько, жизнь подвела ее к такому нелегкому как бы исходу, что пустилась в сарай. Живет она в каком-то, в каких-то павелах, просто сарай. Вот, и есть в этом определенный элемент даже, здесь вот такая неочевидная довольно вещь, что вот эти американцы, они по сути довольствуются всем, да, что им предлагают, главное, чтобы была красивая женщина, но вот этот вот парень, он такой, он определенный сорт подонка, то есть он, ему нравится колорит, ему нравится, он хочет девушку из фавел, понимаешь, еще и с распятием, вообще замечательная, такая праведная девушка. В которых он коллекционирует еще распятие. Да, 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 то есть это показывает его как такого, ну, настолько, то есть он, он по сути даже хуже, чем эти американцы, то есть поначалу ты его воспринимаешь, что он лучше, да, он, ну, он не, его не интересуют там распутные женщины или какие-нибудь проститутки, но в итоге ты понимаешь, что он хуже, чем они, потому что его грехи, они глубже происходят, ему нужно нечто эдакое, короче, ему нужна чистота, которую он может опорочить. Он еще специально перед парнем этим, который забежал, видел их вместе, еще прощается, типа, пока Бетти, ну, ты с ней, имя второе для этих всех вельмож, Бетти, он еще специально слистовкой так пускает и выходит. Да, да, да. Ну, то, что с ним происходит дальше, это тоже любопытный момент, когда он, так выходит таким, у самого вери, ну, такой, все отлично, там, чпокнулся, все идет дальше, но у него такое ощущение, как будто пока он спал, его переместили на другую планету, что он такой хуйник, где, в дневном свете он все это видит, да, его сразу облепляют эти дети, которые, мани, 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 кричат ему. И ты видишь, что он напуганный, что он, как бы, видит правду, и она немного его, он не готов ее переварить, то есть, когда вот он ночью с ней приезжает, ты видишь, что, типа, для него все это развлечение, как аттракцион. Ну, иначе ночью он ни хера не видит ночью, этот все. Нет, у меня прям было ощущение, когда он туда заехал, что этот чувак кайфует, он на одну ночь хочет оказаться вот в этом месте, где люди страдают, да, потому что на следующий день он может вернуться к своей роскошной жизни, и для него это всего лишь развлечение, для нее это повседневная жизнь. Даже когда он ей говорит, я хочу видеть твою, мне интересно, говорит, где ты живешь, а она говорит ему, в этом нет ничего интересного. Но днем он действительно видит весь масштаб этого ужаса, и он не может с этим спать. действительно нет ничего интересного там. Да, но мы должны еще помнить сцену, когда они начинают ее вот в этом казино бросать туда-сюда, в танцы. И опять же, тут очень явный символизм, хотя он, визуально я бы не сказал, что он явный и вычурный, но когда ты смотришь по своей энергетике, это явный символизм того, как Америка разрывает Кубу и туда-сюда ее, то есть пользуется ей, да, ты ощущаешь, что сама страна, как она страдала, вот в этом образе этой девушки Марии. Это вот как в «Братья», я вот говорил, вот эта девушка, которая символизирует Россию, то здесь это вот эта девушка, которая символизирует Кубу. То, что она вот стала проституткой, и по сути. Она вроде и пытается танцевать с ними, но что-то у нее как-то все равно не уходится. Они ее бросают туда-сюда, да. И по сути, как будто сама Куба стала такой вот женщиной, которой все пользуются. Живет в сарае. И в этом, и живет в сарае, в луже. Да, но эта история, по-моему, так и кончается вот этим вот, что он вне разочарован, этот парень, и она одна осталась у разбитого корыта, и без своего распятия этого, и ненавидящая себя. Хоть ей много денег заплатили, но... То есть, сцена вообще вся эта история специально такой, знаешь, для зрителя сделана, о чем вообще будет повествоваться дальше фильм, благодаря вот этому контрасту, который она в конце показывает, который шокирует тебя тоже, потому что тебе до этого минут, ну, полчаса показывали роскошную жизнь. Того, как все клево в Кубе. Я такой, о, было бы классно съездить, там тоже потусоваться, но смотришь на настоящую правду, и твое мнение обо всем этом меняется. Какие, собственно, у этого американца, но я не думаю, что он как бы, что-то у него там переменялось, но он явно в шоке был. Ну, знаешь, он ушел оттуда не в таком приподнятом настроении, а он ушел престиженным в чем-то, я бы сказал. И да, вот опять же, это все длинным планом, снят не обрубленным, где вот он ходит по этим фавелам, и множество детей и людей смотрят в камеру, но здесь это создает эффект не нарушения, а какой-то магии, а эффект того, что как будто фильм в тебя смотрит даже. То есть, здесь это положительный эффект происходит от этого. Ну и следующая история у нас, это история... Кстати, там, знаешь, там была бабушка одна с гигантской сигарой, ты заметил? Да, заметил, конечно. Господи, она как будто ее ест вообще так, просто, меня аж не закурил. В общем, я приведу в такую бабушку тоже из нее, значит, испугался и пытался бежать, потому что, ну нафиг. Что это за деревня, если здесь такие суровые бабушки? Здесь есть такие огромные сигары. Да. Но после этого у нас, собственно говоря, следующая вторая история, это про пожилого человека, у которого есть сын и дочь, который просто такой честный трудяга, который просто пытается, знаешь, заработать на... Он не для себя, это уже по сути дело, потому что скоро он... Понятно, что он скоро уже умрет, а вот именно для своих детей... Очень классного актера нашли на его роли, прям очень... У него внешность такая уже побитая жизнью, как говорят. Такой, знаешь, настоящий батька, такой, который всю жизнь работал. Ты видишь все года, видишь на улице... Да, и мозоли с его рук уже никогда не сойдут, и они его настолько огрубили с этой постоянной изнуряющей работой, которую он делает, и... Здесь свет отлично падает на его морщине. Господи, это прекрасный кадр, когда он просто... Вот его силуэт виден на фоне этого мелькающего неба от грома, дождя. Да, там есть моменты, где есть просто тёмный экран, и иногда его лицо озаряется молнией. Просто великолепно. А дальше нам как бы показывать маленький флэшбэк, и мы, по сути, узнаём всю историю его. За одну минуту, даже меньше. Да, что была и семья, была и жена, которая вскоре умерла, и дальше он подписал контракт с какой-то... с каким-то там сеньором, в общем, владельцем, видимо, земли, и что такое. Видимо, может продал... Сеньор Карабас-Барабас. Да, возможно, даже продал свою землю ему, или как бы, типа, взял в пользование. Ну, что-то, в общем, с этой землей было связано. Вот, и... по его взгляду, который уже в настоящем увидим, то есть, ну, какую-то, знаешь, надежду он вряд ли испытывает, хотя он видит их в своих детях. Единственное, чего он желает, наверное, только, чтобы их... ну, не было у них такая участь, как у него, знаешь, просто всю жизнь работать и не пойми, за что и почему, и что в итоге он будет иметь. Это очень печальная история здесь, на самом деле, но по большей части сильнее всего меня зацепила вот эта трагедия какого-то одного маленького человека, у которого еще до сих пор есть огромная... Это моя любимая... Моя любимая секция фильма. Потому что у него есть огромная ответственность в виде его детях, и видно, что у него уже силы покидают этого старика, но подражают мужественно, стоять на своих двоих и работать дальше. Вот. Прекрасно. И он выращивает сахарный тростник, как я понял. Да. Дочка у него, кстати, очень красивая. Дочка суперкрасивая. Опять же, тут я вижу колотозового мастера кастинга красивых девушек в своих фильмах. Они в этих соломенных шляпах, знаешь, когда идут на поле, такие все дружные. Кубинская Самойла вот такая вот, еще более молодая, наверное. Да, наверное. Вот момент, когда они идут на поле в этих всех шляпах своих соломенных, у нас выглядит, как будто советский мультик такой, знаешь, все такое дружно такие, вся семья такая, ух, молодцы. Да, начинают работать. Знаешь, вот я хочу еще на чем остановиться на 5 сек. На том, как специфично выглядит зеленый цвет в этом фильме. То есть, по сути, у нас есть вот эти пальмы, есть вот этот тростник, хотя я не знаю, сам тростник какого цвета, он зеленого? Он, возможно, светло-зеленого. Почему на пленке? Но в этом фильме весь зеленый это, по сути, какой яркий-яркий белый, да, ну, потому что это черно-белый, естественно, фильм, но он как-то особенно белым кажется. Как-то вот прям ослепляюще белым, знаешь, вот даже вот начинается фильм с облета вертолетом, да, таким? Ты видишь все эти пальмы, они прям вот такие жгучие белые, как в каком-нибудь стилизованном мире Hotline Miami, я не знаю, знаешь, они просто такие вот стилизованные белые, или как в каком-нибудь городе грехов, знаешь, Роберта Родибиса. Я что-то читал насчет производства, что там то ли какие-то были фильтры, то ли линзы какие-то использованы, которые делали зеленый цвет таким белым. То есть это умышленно, да, было? Это умышленно, это умышленно. Интересно. И я, на самом деле, когда это смотрел, я это прям подметил, здесь очень белые растения вот в кубе вот показаны. И мне это очень понравилось, как вот визуально это выглядело, просто здорово, интересно выглядело. Интересно, в чем тут метафора скрывается. Ну, раз умышленно это сделано было. Возможно, ему визуально это нравилось, и он хотел, чтобы вот эти вот, то, с чем ассоциируют те места, да, пальмы, чтобы оно выделялось в черно-белом цвете. Иначе такой сильный контраст будет в кадре постоянно, много черного элемента. Да, да, да. Интересно. Ну и потом приезжает этот Дон Педро Сан Сула, я не знаю, как его там. Не, Педро, это этот батька, в общем, его зовут, а это... Ну, я, я, знаешь, дефолт на Кубинское что-то назвал. Сеньор, как его там, ладно. Сеньор, короче. Сеньор-негодяй, сеньор-негодяй приезжает и говорит, что я продал землю, на которой ты столько пахал, Американ, что-то там, какая-то ферма, и теперь они будут здесь все делать. И он говорит, ну, я ведь поливал эти растения собственным потом. Он говорит, ну, пот можешь себе забрать, я тебе его оставляю. Помнишь эту бумажечку и машет, которую ты сам подписал. Опять же, мега-простые мотивации, мега-простые ситуации, да, бумажечка, все, без бумажки ты не человек, темная сторона капитализма и так далее. но, опять же, визуально, как оператор Урусевский, или как он там, да, как он это сейчас снимает, господи, ты просто, ну, то есть, даже хорошо, что все так просто на нарративном уровне, чтобы ты мог не отвлекаться на мысль, да, каких-то сложных сюжетов, и ты мог просто впитывать все время этот визуал и вот поражаться там, как героя. Слушай, я вот не могу вспомнить вот фильмов, где в таком количестве было будто не отправлено письмо или вот Якуба, где персонажи показаны вот в диагональном углу как бы экрана, заваренным горизонтом. Знаешь, у меня вспоминается фильм «Поле битвы земля», но там это было абсолютно плохо сделано и без идей, но там просто наклоняли кадр, чтобы, я не знаю для чего, никто по сей день, по-моему, не знает, это фильм, где Джон Траволт снимается, абсолютно кринжевая сайфая. А, который один из худших фильмов там. Да, да, да. Все, я понял. Там каждый кадр наклонён, но здесь это, по сути, каждый раз диагональ, она либо показывает тебе винтовку полностью, либо тебе показывают как вот персонажа на фоне гигантского здания сзади, да, это так великолепно выглядит. Тут все диагонали, конечно, потрясающе сделаны. Но они осмыслены, знаешь, осмыслены. Они с точки зрения композиции до деталей проработаны и с учётом того, в каком формате будет, какая, какой формат плёнки используется и так далее. То есть мы сейчас все привыкли к этому HD формату, но на самом деле вот этот вот квадратный формат, да, оригинальный вот этот, он, если его правильно применять, он может быть ничуть не менее, а то и более эффектным, чем HD. Потому что с HD у тебя столько пространства по бокам, да, и часто в современных фильмах это пространство, оно пустует, в нём нет никакой информации, в нём нет ничего, что потребовало бы, но современный зритель настолько привычен к HD, что сейчас люди просто боятся в чём-то кроме HD снимать. Нужно это или нет, они снимают в HD. Ну вот я, например, это Павел Павликовский, который снял «За холодную войну» и иду. Он специально так говорит, он говорит, что 4 к 3 позволяет тебе гораздо вот как бы сильнее концентрировать внимание зрителя на каких-то элементах. И более эффективно наполнять кадр эффективной информацией, в нём не будет столько бесполезной информации. И вот вся эта вот ещё сила операторской работы и то, как он показывает этих персонажей, оно, знаешь, даёт такой огромнейшее пространство для каких-то интерпретаций. Возможно, они будут какие-то не совсем верные, но они определённо есть и это клёво. Вот, например, мы видим этого старика, он постоянно окружён этим тростником. Вот, постоянно. Он рубит его, рубит. И когда приезжает Дон Педро и ему показывает «Пу, Дон Педро, Дон, Дон, сеньор негодяй!» Он показывает ему эту бумажку, мы тут же видим его вот этим самым вот в углу кадра, но при этом снизу вверх и небо окружает этого персонажа, то есть как будто пустота, что раз у него уже ничего нет, нет этого тростника, ничего у него нет, ни земли, на которой он стоит. И ты сам видишь, что сам этот Дон негодяй, сеньор негодяй, он не работает, поэтому вокруг него нет тростника, то есть он не рабочий человек, он именно вот этот подлец, который просто... Он под пальмой стоит. Как символ такой роскошной жизни, он отзирает над теми, кто работает, но сам он не работает. То есть вот таких вот моментов очень много в фильмах Калатозова, да и в принципе у любых режиссеров, визионеров. Надо просто стараться обращать на это внимание и от попыток разгадать всех этих загадок еще больше получаешь удовольствие от фильма. Значит, вот у меня так происходит. Ну а потом у нашего старика это сейчас-то начинается истерика, когда он кричит как будто в небо кому-то там, что он не устал. Я не устал, я не устал. Это все эхом разносится по пространству, начинает суд. Должно просто истерично рубить этот тростник, работать, работать, как единственное, что у него осталось еще и делать, потому что скоро это всего и не будет. Да, и вот этот момент, он офигенный, когда он их отпускает в город, ну как в город, в поселок, да? Да, в деревьями, развлекитесь. Последние деньги им отдает. Есть в этом такая обреченность. Я говорю, актера подобрали, просто вот фигран, он настолько клево подошел и... У него реально рабочие руки, ты видишь, что это не просто человек, это реально человек, который всю жизнь, скорее всего, работал по-настоящему. То есть... Я не уверен вообще, что он актер. Мне кажется, это какой-то рабочий чел. Тем более похвалаем за то, что он так клево играет в этом фильме. Да, его жилистые руки, вот эти, когда вот он там на Бога жалуется, или что, он там в небо кричит, да? Мне нравится, как опять Колотозов разрядку делает в этом фильме, когда мы видим всю сцену в деревне, девочка открывает автомат, с музыкой, там начинают звучать песни, начинают петь, практически как мюзикл какой-то начинается небольшой такой. Это такое мгновение радости в этом темном фильме. Но... Колотозов там... Для нас оно омрачено правдой, но для героев оно ничем не омрачено, они просто по-настоящему наслаждаются этим моментом. И опять мы встречаемся с огнём. Опять огонь настоящий, опять огня много, потому что старик поджигает всё это поле с целью, что оно никому не достанется, ни мне, ни вам, типа, треклятые капиталисты. Вот. И просто, блядь, нереально подожги всё это поле. Да. Это просто безумие. И он в итоге умирает от того, о чём я беспокоился за актёром. Я беспокоился, да, и уж как бы он не помер во время этих съёмок, потому что, ну, одно дело как бы лес, но другое дело, которое сразу же схватывает пламенем. Дыма там много, я вообще не представляю, как они это снимали. Это подвиг настоящий. Вот надышавшись дымом, он умирает, по сути, персонаж. Не актёр, я надеюсь. Персонаж умирает, и мы видим просто этот замечательный план на его тело, и вот этот горящий на фоне дом, хибару эту, объятую пламенью. И одна лошадь, которая стоит там. И лошадь. Я не знаю, что делать. Которую он пытался зарубить, но у него просто уже не хватило сил на это. Кстати, один из наиболее впечатляющих кадров фильма, мне кажется, это просто она настолько полыхает, эта хибара, это просто пипец. Её как будто ракетным топливом облили всю. Просто, я не знаю. Нет, она из сухой травы сделана, из каких-то материалов, это всё. Просто пламя настолько дикое. дичайшая просто. Просто он на фоне этого пламени хочет зарубить эту лошадь. И он понимает, что он уже зашёл уже слишком далеко, что лошадь вообще тут ни при чём. Да, это и как бы и разрывает его сердце, наверное, и он умирает. Да. Это моя любимая история из этого фильма. Она действительно... Она меня тронула прям, потому что здесь были охрененные переданные эмоции этого персонажа. Я прочувствовал всю его эту боль утратой какой-то. Угу. Хотя она, по сути, одна из самых коротких в этом фильме. Ну, я не уверена, что она... Хотя последняя история, наверное, самая короткая, когда уже этого... Ну, ладно, мы к ней перейдём. Дальше фильм переходит на не менее впечатляющую сцену, когда автокинотеатр. Угу. Там показывают, так я понимаю, тогдашнее правительство этого генерала-диктатора. Да, да, да. Батисты. Да, Батисты. Я знаю, почему ты запомнил его фамилию, или имя. Почему? Потому что Батиста. Потому что это... Рестлер есть, который играл в Блэдранере. Наверное, так и есть, да. На мне тоже такая же история. Да, но нам показывают этих революционеров молодых, которые недовольны положением дел в Кубе и пытаются делать что-то по этому поводу. И здесь этот... Это сюжетное линия по сути происходит в таком... В городе, возможно, в столице, да, Куба, я не знаю. Там такой он весь в вывесках. Он такой очень американизированный, да, такой кусочек Кубы. Мы видим этих моряков, которые, значит, празднуют там и они начинают гнаться за кубинской девушкой, за кубинской красавицей. И, да, происходит отличная сцена, когда вот он защищает ее от них, хотя понятно, что он не может этого сделать против Орды, но все равно остается. И такая клевая. Мне вся эта сцена понравилась как за защиту девушки. Кстати, актриса немножко похожа на Самойлу. Есть такое, есть, есть чуть-чуть, возможно, да. Да, тоже, опять же, суперкрасивая кубинка. И он успокаивает ее. И ты видишь, как, знаешь, такой, как... Возможно... Ну, хотя актер немножко не очень хорошо сыграл этот момент, когда он улыбаясь, стоит рядом с ней. Он похож на Джокера в этот момент. Он похож на какого-то, честно говоря, маньяка-насильника в этот момент. Не очень добрая у него ухмылка, хотя понятно, что подразумевается самая добрая из возможных ухмылок. Как-то он слишком перестарался немножко. Она, увидев эту улыбку, думает, у тебя нахер еще один. Спасибо, конечно, что от моряков-то спас, но лучше я пойду домой. Да, да, да. Это когда, знаешь, маньяк спас тебя от кучи хулиганов. Ну вот, да. И ты понимаешь, что лучше бы хулиганам достаться, чем этому маньякуму. Но, да, это хороший парень, он эволюционер, он очень такой идеализированный, такой идеологический чувачок, который очень неспокойный парень. и он очень такой экстремальный максималист в чем-то, да, но необязательно экстремист, потому что он скорее реагирует с той же силой на то, что делают против него, да, в то время, как другие его собрать, а они пытаются более тонко это все делать и без риска для жизни. Этот герой, он готов, наверное, погибнуть, да, за свое дело. Ты видишь это. И, да, по сути, вся эта сюжетная линия посвящена этому. Вот именно вот этот третий отрезок посвящен его попытке убить местного какого-то шефа полиции, который, видимо, особенно жестко расправляется с оппозицией, да. И, да, там есть эти тоже великолепные диагональные кадры, куча их просто, где вот нам этого героя показывают, как он взбирается на эту крышу, как он там ищет эту винтовку, как от этих колонн свет к тени падают. Здесь все великолепно выглядит, конечно. Но, опять же, здесь есть немножечко, скажем так, определенные проблемы в плане перспективы через оптический прицел, кое-где она не соответствует. Ну, если ты немножко подумаешь, на какой высоте находится наш герой с световкой, да, и под каким углом сам прицел работает. Ну, тут есть сомнения, потому что он слишком уж сильно приближает как-то и где-то там находит. и при этом иногда сверху вниз прицел смотрит, хотя он смотрит, точнее, снизу вверх, хотя он смотрит сверху вниз, да, вот эти технические проблемы. Вот на самом деле большинство фильмов, которые показывают снайперский прицел, они все фейлят в этот момент. Они не могут его сделать. Я, честно говоря, Разве что можно спас середового Райна, когда была снайперская дуэль. Да, возможно. Там было так клево сделано. Ну, вот в основном все фейлят это. Но здесь еще в чем проблема этой сцены, на мой взгляд, это то, что, да, нам показывают идею того, что у него есть дети, он такой же человек, как и все, и наш герой как бы не готов стать убийцей отца на глазах у его детей, да, но там это немножко выворачивает уже на сто процентов, когда он просто их обнимает вот так вот, да, прям целует их, они прям облепляют его буквально, это уже немножко было форсировано, что ли, я не знаю, этот момент. Можно было достаточно обойтись, мне кажется, с моментом, что просто дети появляются в кадре, и герои после этого сразу же отказываются от этой идеи. Ну, да, в любом случае нам показывают то, что он... В этой сцене надо было пригласить Бенисио Дель Торрес фильма «Сикарио», которому было бы похер. Вот я тоже вспомнил, он бы нажал на курок, причем он бы еще и детей убил. Там личной вендетты не было, поэтому, я думаю, герой не стал. Ну да, то есть, великолепные кадры, опять же, диагональ, и все почти снято, что связано с этим героем. Облаву нам показывают это место, где они листовки печатают, там же ведь еще сюжетный момент, то, что правительство доказывает всем и распространяет информацию, что главный революционер Фидель Кастро погиб, убили его. Ну, а их ответственность заключается в том, они не воюют с оружием, они воюют с карандашом, да, то есть, они, и ручкой, они пишут правду и они распространяют правду, чтобы люди не отчаивались, чтобы они верили, что Фидель Кастро на самом деле жив. Их война, она происходит здесь, на бумаге. Да, там такой кадр был очень интересный, когда шеф отряда этого полицейских находит книгу, где Ленин, и нам прям крупно-планово так показывают этого Ленина, так раз, отдаляется камера, значит, так забавно, типа, все, мы такие все, революционеры, это, он, знаешь, еще пафосно говорит, это наша книга, все, иди нахер, мент, вот. Пошел ты нахер, козел. Да, да. Но был шикарный момент, когда чувак один выбегает и начинает все листовки раскидывать, и потом он падает, и ты видишь его тело и вокруг, то есть, как композицию, помнишь, тело, как оно лежит, и как вокруг него люди стоят, и вот эти листовки разлетаются. Просто очень красиво, очень красиво. Ну да, потом начинается хаос, по сути, этот шеф, которого главный герой не убил, убивает его главного там друга, да, или не знаю, главу их сопротивления, так скажем. И герой вдвое, наверное, бьет ему, да, по голове то, что я же мог его убить, да, и этого бы не случилось. Но до последнего, видимо, надеялся все сделать правильным путем. И в памяти о своем друге он пытается сделать это все правильным путем. Он начинает становиться действительно главой, он занимает место своего друга, да, и начинает всех очень интересный символ мертвого голубя, который он поднимает и несет впереди как бы дежару на руке, и вся толпа просто за ним начинает следовать. Я думаю, это символ свободы, который сломан на шее. Да, да, да. Очень красиво снято, опять же, как он несет этого голубя. И, кстати, меня поразило то, что когда они начинают этот свой марш, над ними все время огромные стаи голубей. Да, да, да. Интересно, как они это сделали. То есть, там явно была какая-то манипуляция, либо их как-то зазывали определенными звуками с этих крыш, да, потому что там здания вот эти вот с колоннами огромные. Они явно от одного здания к другому туда-сюда ходят. Интересно, как это было сделано. Я не знаю, каким образом. Они заманивали их так, но голуби все это время над ними роятся просто в небе. И вот эти особенно кадры снизу вверх снятые, где он несет голубя, и люди сзади него идут эти голуби сверху. Просто феерия какая-то визуальная. Это опять же вот эта подготовка и поддержка правительства, да, что они могут сделать. То есть, по сути, в фильме Якуба мы видим, что бывает, если правительство, финансирование и сильные авторы все вот просто объединяются. Что вот будет, если сделать такое кино? Никаких препятствий, а вот именно все за одно дело. Что будет? И при этом никто никому не мешает, да, на сто процентов выкладываются. Получается вот такой вот кадр с голубями и с огромным количеством людей. Да, это просто визуально. Вот, кстати, визуально, это моя любимая часть фильма. И с точки зрения смысла и истории, вот моя любимая часть, как я говорил, про деда этого, но вот визуально это вот когда начинается уже сама практически как бы зарождение революции с этими огромными толпами. Ну, кстати, нашего героя застреливают тот же самый шеф полиции. Энрике, кстати, вызвали этого героя, и он становится как символом таким уже... Энрике, когда он ей объясняет, как его зовут. Да. Она его переспалит. Энрике. И когда вот несут эти гробы по улице, там есть мой самый любимый кадр из этого фильма, когда камера как будто из окна продолжает слетить вот за этим вот движением, она плывет как будто по верхним этим этажам. Я не знаю, как они это сняли. Ну, это вот самый знаменитый кадр этого фильма, то есть, по сути, он за счет него... Да. множество людей, которые даже не видели фильм, они знают этот кадр, который вот между зданий проплывает. Это самый знаменитый кадр, который им удалось достичь. я плебей не знал этого вообще, то есть, я только смотрел, я такой, вау, потому что они из комнаты он начинается, как-то камеры кому-то передали, в общем, это просто невероятно. Они кидают еще цветы туда. Нет, начинается он вообще с земли, то есть, начинается сам кадр с земли, где проносят люди, потом он поднимается на крышу, потом идет вдоль по балкону, потом заходит в какую-то фабрику, где чуваки сигары крутят. Вот именно момент, когда она полетела вот по улице, вот я просто был в восторге от этого. Это просто невероятно. И насколько я понял, чувак, оператор все это время вместе с камерой передвигался там по тросам, короче. То есть, это не просто одну камеру они запустили, с оператором вместе они ее запустили. А, я считал, что, короче, у него был какой-то специальный жилет, они специально его сделали, к которому была приделана камера. То есть, тогда стедикама, как я понимаю, не было, это прототип какой-то стедикама. Да, да, да. Вот он по этим тросам-то и едет. И у него был жилет с крючком сзади. И вот он пока снимал, ему этот крючок перецепляли. То есть его поднимают вверх, отцепляют к другому тросу вправо, потом вперед, и потом через, и потом на другой уже финальный трос его подцепляют. Кстати, я, мне очень не нравится разрушать всю магию этой сцены. Ну, слушай, ну это все равно интересно, потому что, ну, выглядит просто невероятно. Оператор-герой, просто герой. Настолько самотверженно опускаться в свою профессию. Ты даже можешь тень этих тросов увидеть, когда они кубинский флаг вытаскивают, и вот эта тень тросов прямо на него падает. Ну, ты как-то внимания не обращаешь на руки. Не-не-не, конечно, да. Просто-просто. Да-да-да. И просто как вот люди бросают эти цветы, и это очень эффектно все выглядит. Как они менее не слетят. Да. Супер-супер круто. А после этого у нас стенается, наверное, моя наименее любимая часть фильма. Хотя момент с семьей на холме, он довольно клевый. Мне нравится просто вот эта хибарка. Что они едят, я так и не понял, но там явно какие-то фрукты, овощи, ну не знаю. Ну да, вот этот весь момент солдат из сопротивления приходит к такому же фермеру. На самом деле я провел определенную сразу автоматический параллель с воспоминаниями деда о его семье. Да. То есть когда он был фермером молодым, и по сути как будто мы в его прошлое заглянули через вот эту вот финальную короткометражку. И да, то есть мы видим вот эту семью, куда приходит этот вот солдат, сопротивление, которого они не очень так... То есть... Ну люди не хотят войны, они как бы живут и живут, и хорошо, но все равно это неминуемая какая-то кара настигает их, потому что тупо начинается бомбежка, видимо бомбят эти вот... Ну это знаешь, как от войны не отвернешься. То есть ты не отвернешься от того, что ты должен сделать. И по сути к этому и приходит отец семейства. В конце концов он понимает, что так больше не может быть. Я не могу быть просто фермером и притворяться, что вокруг меня не происходят ужасные вещи. Я должен идти. И тут, на мой взгляд, довольно эффективно был показан момент того, что... Помнишь, когда вот он с ними уже прощается, да, и уходит от них? И это опять же снято снизу вверх с силуэтами черными на каком-то возвышенности, да? Опять же, супертрадиционные для этого оператора. Здесь запечатлен, на мой взгляд, был момент того, что это не просто. То есть при всей формально... При всей, скажем так... Как бы это сказать? Как это? При всей клишейности структуры фильма и его посыла, да? То есть вот этот момент был довольно эффективно показан того, что... Да, он уходит из семьи, чтобы воевать, но здесь не было показано, что это, знаешь, как стопроцентно правильное решение или стопроцентно как бы единственный путь, да? То есть здесь показано, что этому выбору врожденно следует определенное предательство, которое он должен уже направлять на свою семью, он их бросает. И кто знает, что с ними произойдет, да? Да, да. Но он должен идти воевать в то же самое время, он не может идти воевать. И тут, на мой взгляд, было довольно эффективно показано вот это, что... Там был очень... Это палка двух концов, короче. Да, там был клевый кадр, когда дом его взорвали. Просто огромнейший взрыв и крест оставшийся стоять. Да, да, опять же крест, да. И вот он ходит по этому дому, подбирает куклу, какую-то там шиту детскую. Понимаешь, что все это неминуемо и отворачиваться от этого... Это, наверное, тут двойное предательство получается. То есть, либо предать свою семью и бросить ее, либо предать что-то, нечто большее, отвернувшись от войны. Ну и в долгой перспективе опять же предать свою семью, потому что война опять придет к тебе, и, скорее всего, они все погибнут в следующий раз, да? То есть, это такой сложный выбор, но он должен быть сделан. И да, по-моему, там мелькает Фидель Кастро, ну, то есть, типа Фидель Кастро, я не знаю. Вот когда вот он проходит мимо, и там есть чувак, который передает эту передачу радио, он, черт побери, похож на Фиделя чем-то. Я не знаю, может, это не он. Хрен его знает. Но в любом случае, да, вот этот впечатляющий проезд камеры по вот этим вот, по этому лесу. Опять же, ты можешь видеть рельсы здесь немножко. Точнее, не сами рельсы, а вот эту будку на которой, вот платформа, на которой ставилась камера. Ты ее можешь видеть. Ну да, после этого начинается война, и, по сути, тут, я не знаю, дым, ад, да, какие-то разрушения. Ну, такой наш уже героически-патриотичный конец этого фильма. Да, особенно, когда он один идет, как неубиваемый терминатор, пока все вокруг него взрывается. Это было вот особенно так. И он еще, я смысл в тот момент, что он как бы такой уже счастлив, то, что он прикнул к этим вот воинам, они под флагом, эти клубы идут, такие счастливые, типа, все, мы за свободу. Ну, это понятно, что... Столько дыма, господи, как они вот могут идти так, там столько дыма в них летит просто. Опять же, они продолжают улыбаться, как будто ничего нет. Я не знаю, я, наверное, уже там задохнулся. Ну да, клевый кадр, там, конечно, с этими кубинскими флагами снизу вверх, опять же, пальмы. Смеющиеся лица солдат и конец. В этом, да, читается чуть-чуть момент того идеологии какой-то, да, которая проталкивается тут. Но опять же... Да, в этом фильме все к этому и сводится, потому что ты вроде... Можно только хочешь покритиковать, что, блин, ну это все так уже притерно, однозначно, что... Ну, снято охеренно, блин. И все, и не пройдешь против. Ну, снято же охеренно. Да, и не пройдешь ты это, мимо этого, да. То есть, уже чисто с технической точки зрения это такое достижение, такая феноменальная работа, что только ради этого уже стоит посмотреть Якуба. И что самое главное... Ну, еще говоря о нас... Самое главное, что это не красота ради красоты, как сейчас в современном кино. Они могут показать просто прекрасные какие-то пейзажи или какую-нибудь там красивую графику, какой-нибудь цвет красивый. Здесь в этом фильме все осмысленно. Каждый кадр осмысленно. Где-то персонажи уходят во тьму. Там был момент, когда Энрике, как только его отругал, значит, лидер этого сопротивления, что ты еще подумал о последствиях того, что ты хотел убить этого шефа полиции. Там Энрике просто уходит такой темный тоннель. В общем, тоже был красивый кадр. И так вот весь фильм наполнен. То есть он отражает, визуал отражает состояние людей. Он рассказывает историю, прежде всего. Вот что самое главное, его особенность. И при этом шикарно выглядит. Ну, это праздник на улице. Это вот... Если вербальный язык этого фильма до ужаса прост, то визуальный язык этого фильма до ужаса сложен. Да, да, да. Определенно. Его интеллект этого фильма, он визуальный, нежели в сценарии или вербальных каких-то. Нет, тут, конечно, определенный интеллект был в том, с каким именно градусом простоты подать сюжет, чтобы он не скатился вообще в какую-то жвачку, но и в то же время не был там, да. То есть грамотно был очень сделан баланс, он был очень расчетливо таким выбран. Приоритеты были так выбраны. Но вот именно визуально и сложность визуального языка – это главная ценность этого фильма, и ради чего стоит его смотреть. Просто не просто ради красоты, как ты сказал правильно, а вот то, что это красота, которая информирует тебя о внутреннем мире персонажей, об их ситуациях, и той истории, которая здесь рассказывается. Вот. И опять же, даже если все это отсечь, я не вижу в этом фильме какую-то пропаганду, я скорее вижу просто человека, который смог воплотить боль нации, скажем, в кино. Здесь я вижу честную попытку, то есть кроме того, что мне дали кучу денег и карт-бланш и все, но я вижу и честную попытку действительно передать эту боль кинематографическому. Да, и история про старико это прекрасно подтверждает весь этот лик-мотив. Ну что же, вот таким нашим было путешествие, и на Кубу, и на леса, в леса тайги. По-моему, это было прекрасное обсуждение. Мы такую нашу планку выполнили, все, советское кино у нас есть, идем дальше, еще дальше бороздить просторы киновселенных разных. Мне нравится идея того, что время от времени нам посещать каких-то именитых авторов, какие-то из работ мы не видели до этого, да, то есть у меня есть такие фильмы и у Стэнли Кубрика, и даже у Тарковского есть, и кто знает, возможно, в будущем мы посетим и этих, и других каких-то авторов. Обязательно, обязательно. Где у нас есть вот эти вот темные пятна, которые надо чем-то закрасить какими-то эмоциями и впечатлениями. Мне нравится тот факт, что мы обсуждаем именно фильмы, которые сами не смотрели до этого. И это определенно... Ну, чаще всего так и происходит. И это определенно интересно, потому что впечатления свежи, и как-то более объективно получается обо всем этом рассказать. Вот. Поэтому... И на самом деле хочется еще подводить немножко итог. Нашему подкасту недавно ведь исполнился год, который мы так немножко подзабыли. И я хочу просто поблагодарить всех слушателей наших постоянных, которые регулярно вставляют комментарии под нашим подкастом и ждут следующих выпусков. Ребята, чтобы вы понимали, этот подкаст был на грани закрытия ну, раза три, наверное. Но мне кажется, именно благодаря вашей поддержке мы продолжаем делать это с удовольствием большим. Поэтому спасибо вам большое за это. Вот. Вы нам можете очень сильно помочь, если будете дальше распространять наши там подкасты и говорить о них там друзьям, делиться с ними на социальных сетях своих. Вот. Нам поддержка очень нужна и важна. И еще раз спасибо вам за это. Абсолютно присоединяюсь к сказанному. на самом деле все, что я делаю на YouTube и где-либо еще было на грани закрытия триллион раз. Все, что я делаю, оно было на волосок от смерти много раз. Но всяческий раз я возвращаюсь к двум моментам. Это то, что, во-первых, все-таки мне это доставляет удовольствие все это делать. И да, есть люди, которым тоже это нравится, и я должен это делать, и для них в том числе. Хотя у меня нет, конечно, такого эгоизма, что что они будут без меня делать, если я перестану делать обзоры или тому. Но в то же время, я знаешь, я такой же, как и те люди, которые смотрят мой контент. Я тоже смотрю чей-то контент. И бывает, что я чертовски, бываю опечален, если кто-то, чьего творчества мне нравится смотреть, он перестает это делать, да, или долгое время этого не делает. Я вспоминаю эту радость, когда я вижу в фиде, да, это видео от этого чела. от человека. Я вспоминаю эту радость, и это дело не только в том, что тебе это достаёт радость, пока ты это смотришь, да, вот эти несколько минут. Но это ещё и радость от того, что между этими видео, вот это ощущение, что ты знаешь, когда-нибудь будет ещё одно видео, когда-нибудь будет, и так же с режиссёрами ведь. это вот знание того, что Николас Эвидин Грефман или Йорго Слантимос ещё не один фильм снимут, это часть того, что поддерживает мой моральный дух, да, того, что я верю в искусство, то, что я верю, что я могу что-то получить от него хорошее. Это неотъемлемая часть того моего мироощущения, и поэтому мне приятно быть частью мироощущения других людей, и я чувствую определённую ответственность от этого. Вот. И да, спасибо вам за отзывы, и за то, что смотрите. Даже одно из самых великолепных вещей, что сопровождает, когда ты делаешь какой-то контент, это то, что люди приобщаются к тому, о чём ты говоришь. Вот это одно из моих самых любимых вещей. То есть, возможно, без нашего вот этого подкаста никто бы никогда не посмотрел из этих людей Якуба, да, например, но, возможно, послушав этот подкаст, они посмотрят его и расскажут кому-то ещё, кто знает. Это великолепно, таким образом, влиять на вещи. Поэтому, да, спасибо. Я присоединяюсь к Саше. Саше и, да, и будет ещё немало эпизодов. Поэтому... На этой прекрасной ноте мы заканчиваем этот выпуск безымянного киноподкаста. Оставайтесь с нами, мы ещё, ещё раз удивимым. Ни один раз, ни последний далеко. Поэтому ждите новых выпусков. И пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok